Ну, теперь-то, наверное, я стримлю, теперь-то, наверное, у нас всё починилось, наверное, сейчас-то оно заработает в третий-то раз, на пустом-то месте, оно же не может лагать, потому что если оно лагает, будет не очень хорошо. Всем привет, кто смотрит этот стрим, возможно, в повторе, возможно, в прямом эфире, я не знаю, но так или иначе, должно запуститься, должно заработать, потому что даже без доставок сегодня бахаем прям вот так вот, с низкого старта. Бахаем прямо сейчас. Возможно, даже уведомление придёт, но это не точно. Первый. Здорово. У нас сегодня день неработающей техники, день неработающего всего, мне кажется, просто. Но, на другой стороны, кто хочет смотреть 20 минут заставки? Мало кто, согласитесь, мало кто. И, наверное, даже к лучшему, что у нас теперь вырезан кусок целой стрима. Вырезан. И пи-пи-пи-пи-пи. Слава богу, это была только заставка. Только заставка, ничего более, ничего другого. Так что волшебный контент внутри, вся маковка, вся суть. Спасибо, Влад. Привет тебе. Курлык, спасибо тебе большое за твой курлык. Очень приятный, очень милый курлык. Перекат от гибы, я называю это. Главное, что сегодня пусть народ-то и весь разбежался. Главное, что люди, которые хотят услышать хорошую историю, эта история хорошая, о маперской гвардии, она осталась тут. Да я то удалил уже все. То уже к чарам собачьим удалил. И не вспоминаю даже уже о том, что там было. Ну, нет заставки, нет заставки. Что в конце будет та же самая заставка. Вот. Сегодня мы будем слушать пересказы. Очень атмосферные пересказы, потому что у автора, Эдуарду Альберто, вышла хорошая история. Спасибо большое. Спасибо, АСД, АСД. Так, отвечу на донат. Раз пока я начал пересказ, потому что как только я начну на пересказ, я на них редко отвечаю. И отвечаю только в конце, после пересказа. Help me, покупаю железо видеоблог. Звучил тему в основном, что вроде Canon, PowerShot, G7. Это... да, но ты покупаешь фотоаппарат, мы не снимаем на фотоаппараты. iPhone хорошо может снимать, вполне себе. Кучу людей снимают на iPhone. И плюс там всякие гаджеты можно на него нацепить. Допытные девайсы будут прям топово. Мы снимаем на комкодеры, на видеокамеры. По фотикам. Рад бы, но не могу сказать ничего. Так вот, Эдуарду наш. Чем он хорош? Вы, наверное, слышали уже мой пересказ про пилотов. Последний полет. За гвардию. Спасибо, Дмитрий. Спасибо тебе большое. За Дмитрия. Про пилотов. Бомбардировщика. Мародера-бомбера. Помните, пересказ был? Аквилл. Вот это вот все выложено на воде. Это тот же самый автор. Попробовал себя в рассказе о танкистах. И знаете, хорошо. Мне понравилось. Питер Маклин был мой любимый автор короткого рассказа, посвященного имперской гвардии. Был Питер Маклин? Да, сплыл. Сказал, что как бы хватит мне с меня, Black Library, Вархаммера. Потому, привет всем. Привет. Мы теперь без крутых историй об гвардейцах. Нет у нас больше пафосных пустынных лордов, лордов песка. Нет у нас Бафомет Бай Найт. Нет у нас больше жатвы Сакрафайз. Нет больше потрясающе простого, но очень запоминающегося не герой. Это все было пересказано как в бэкод стрима короткого рассказа, так и в блинных сказах в нашем сайте. Нету полета в Валькирии. Ну, Lighting Run скорее. Все это исчезло. Вместе с уходом Питера Маклина. С другой стороны, у нас появляется вот такой вот Эдуардо Альберт, который сделал маленький рассказ о пилотах-бомбардировщиках, о ультрамаринах, риверах, примарисах. Помните, был такой рассказ, по-моему, Шторм Лордс? Или Лорды Шторма? Лордсов Шторм. Ну, про, в общем, ультрамарина будущего, как он там становился ультрамарином примарисом. Тоже классный рассказ очень, вот, того же автора. С теми продолжения есть. Всем привет, кто пришел. Всем-всем привет, всем привет. Сегодня мы будем про Гвардию рассказывать. Да, так вот, нас будет рассказ. Кому интересно, сказать спасибо. Вот, полоска, как обычно, сверху надо мной. Там до сих пор болтается сбор на хобби серию. Его бы неплохо закрыть. Было приятно очень. И буду думать, что рассказать вам завтра. Наверное, завтра. Завтра четверг. Либо отче отдам четверг. Пусть ФБ рассказывает, а? Вот четверг Тайлера отдадим отче. Вот все удивятся. Ждут рассказа о похождениях каких-нибудь телеселых космодесантников перекачанных. Бах тебе! И какой-то парень, похожий на папа, рассказывает о почившем фэнтези-баттл. Не запинайся. Почему я запинаюсь-то? Не запинаюсь. Я просто сегодня очень резкий. Как пуля, дерзкий. Много сегодня просто переделал. Всякого пришлось сделать. Очень много. Очень. И ты истощает. Прибегаешь, я просто вошел сюда, сел в кресло и запустил стрим. И это не кресло. Это стул. Это не очень комфортно. Потому как бы... Хватит. Тайлер... Ну, на полторы недели почти уехал Тайлер. Потому в четверг не будет его стрима. Как не было во вторник, например. И мне остается только... Вот так вот сидеть и рассказывать про всякое. Где Алинин ролик про черепа? Будут. Нам завтра надо... Да господи. В общем, по сути, слишком много сделано сделать. Настолько много, что времени не хватает. Ну, просто не хватает. И рук не хватает. Будет, наверное, в пятницу ее ролик про черепа. Потому что завтра мы едем в жопу мира снимать ролик про крафт. А это на полдня минимум, если на весь день. Потом придем обратно на студию. Я начну снимать все эти ролики. Как я собираю люминетов. Склеиваю. Она черепа будет свои. Коробку анбокс делать черепов. Вот так далее, так далее. А отче посадим на стрим. Да, Коли. Да. Большой любви у публики к отче нету почему-то. Но с другой стороны, запишем дофигища такого материала. Ну че, ладно, надо начинать, наверное, да? Или нет? Или еще немножко потеребить вас? Че теперь отче в ФБ перешел в сорокет, он не заходит? В смысле, в сорокет он играет. Там очень много сорокет у него. Почему облака белые? Не знаю. Не знаю, почему белые. Не могу сказать, почему белые облака. Где они вообще белые? Где-то не белые, где-то бывают грозовые. Ну, перьевые белые. Ну ладно, я уже готовлюсь. На низкий старт переходим. Перешли. На низкий старт. Закрепились. Мы уже готовы начинать. Потихонечку. Очень клевый. Очень, да, очень хорош. Чати не балуйте. Нечего баловать чати. Сейчас мы подождем, пока наступит блаженная тишина. И... Бабахнем. Ой. Снимать еще надо много. Ой, как много. И красить много. Подготовили армию первую победителю. 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 Розыгрыш. The Station. Это Элдер. Надо еще найти, конечно, его будет. Перепискать не могу найти человека. Хотел ультви. Ультви хотел, ультви и получит. Как говорится. Вот. Теперь надо быстренько сестер. И все. Пора делать новые конкурсы. Потому, кто хочет, подписываемся на сайт. Потому, что в конце этого месяца, видимо, либо в конце августа, либо в середине августа. Мы еще не решили, будет. В общем-то. Кот срет, кому интересно. Можете буггашить в чатике. Громко срет. Старается. Да. Байтит. Байтит. Надо знай поотче. Да, кстати. Знай отче. А что нет? Пока я буду с национальщикой. Вы продаете рыцарей Тау. А как же репорты? Не знаю. Не будет. Отыграли свое. Конец. Но, если сказать по-серьезному, это кусочек. Кусочек Тау продается. Маленький кусочек Тау. И рыцаря два. Два из восьми или шести рыцарей Таирин. Громко, да? Я понимаю, что громко. Ну, вот так вот, как бы. Стримы и за коммуналки. Другого не бывает. Вы все? А ты все? Срущие чудовище. Ну, то вроде бы все. Вот. И никак не повлиять на репорты. Вообще никак. Это просто модели, которые мы можем продать. За любую цену, которую поставим. Какую захотим, в общем-то. Кто может себе позволить, купит. Кто не захочет, не купит. В любом случае, они на ebay пойдут. Они пойдут сюда. Вот в паблик. В группы всякие. И... Ну, видимо, да, уплывут они. И бог ты с ним. Мы получим лишние денежки, которые нам нужны. Собачка. Где собачка? Да вот только что. Я буквально час назад с ней обнимался и лизался. Собачка тут не живет со мной. Клуб Хоббит. В СПБ. Да, помню. А почему мне помнить Хоббит? Хоббит классный был. Сручьи коты. Да. Ты теперь с кошечкой живешь? Да. Теперь я с кошечкой живу. Там еще попугайчик наверху есть. Пес-педофил. Откуда это? Это мистер Пикклс, что ли? Ну, Ави Марс, в общем-то, тут как бы... Расстреливает людей, так что мне даже не приходится самому это делать. Спасибо, Максим Хлюшков. Давай Волков или Катачан. Ну, нет. Это мне напоминает, конечно, что... Катачан закончился почти два рассказа осталось. Когда мы все музыканты выходят на оплату и начинают исполнять какие-то, может быть, свои песни, может быть, популярные рок-песни. Обязательно из толпы найдется кто-то, кто придет... Слышала, давай, военный чё, служил? Давай чё-нибудь, СССР, армейского. Это сейчас, знаешь, примерно так, как... Ну, Максим... Ну, Максим задонатил, нифигово, потому... Да нет, я шучу. Максим, спасибо тебе большое. Спасибо. И Димыч Павлов, и тут отмечусь. Вот Димыч Павлов, и тут 5 долларов взлетело. Спасибо тебе огромное. Спасибо вам, ребята, обоим. Это приятная поддержка и затравканная. Хороший рассказ, мне кажется. И, может быть, даже мы сегодня эту полоску добьем долбанную, и я пойду завтра с чистой совестью собирать уже все это дело. Потому что космовалков дофигища подготовленных стоит. Руки, руки. Хорус, Хорус умер. Спасибо, Левослав. Не берешь в себя, Иван, все о контенте думаешь. Ну, конечно, мне надо, блин, собрать огромные деньги, огромные деньжищи за этот месяц, чтобы их... Чтобы не уходить куда-либо. Да, чтобы их всем раздать, и потом скажешь, ну все, ладно, совесть чиста, можно спокойненько спать. Теперь завод точно. Все эти хвосты с завода, они испарились. И больше это заводское чудовище никак на себе не напомнит, надеюсь. Ну вот, а Хорус умер. Птица умерла. Мы обеспечивали ее 4 дня, но на 4-й день она померла. Ну, бывает такое. Не шурши, пожалуйста. Спасибо, Гмен Рейбл. В смысле нет большой народной любви к отче. Отче топчик, так я думаю, что отче топчик. Человек интеллигентный, образованный, красивый, веселый, юморной. Пишет, муа, конфетка. Так еще и сценарий компьютерным играм делает. Привет, Ромка-коток. Иван, это я, Глушков. Я очень плох с фамилиями и именами. Прости, Глушков. Помянем, бля, грустно. А, вы про птицу? Да. Она варп ушла. Ну, я не очень хочу об этом писать в паблик, потому что начнутся типовые шутки, типа, ага, император так и сделал дело. Типа, не надо было Хорусом, ну, Хорусом называть птицу. Это было бы не очень круто. Ну, ветеринар хреново сказал. Там путаются в показаниях. Ну, клиника вообще нормальная, вроде как нормальная, но в показаниях путаются. Она просто оставлена была, как бы, скарсник на сайте, правильно. Батер или матра? Я не знаю, батер, наверное. Как у бати. Кот срал, да, спасибо. И путался в показаниях, что померла, типа, днем. Нет, померла уже к вечеру, померла утром. Вот мне сестра сначала говорила, потом... Ну, это не медь сестра, это ассистент. Вот. Потом сам орнитолог, либо ветеринар. Ну, такое, такое себе удовольствие. Ну, а птичку кремируют. Мы приехали, там узнали, ее кремируют. Да померла птица, померла. Ну, что за птица в паблике можно найти, либо на моей страничке. Серебряная чайка. Серебряная чайка, птица, нет, здоровенная такая, да, слеток. Подобрали ее ночью, когда со стримов возвращались, подобрали на дороге ее. Видимо, упала, голову пробила, расшибила и совсем плохо себя чувствовала. Ну, не смогла. Отек головного мозга не спал у нее. И погибла птица. Так, видеоотчет, смотря о чем. Спасибо большое, знаете, это прям речка донатная, мне нравится. Очень приятно, очень приятно. Вот, и такие дни, последнее время, такие себе. Ребят, вроде, снимают, залить все это дело. А может принести флешки, чтобы их перед собой кинул и точно не забыл уже ничего залить. А то как-то вот, сегодня на сайте-то ничего не вышло. Хотя материал-то есть, материала много. Просто забыл залить из дома. Вот такая вот оказия вышла. А их три всего. А еще дальше. Ай, позвольте ручку мне. Спасибо. Или все. Вот теперь не забуду, чтобы на этих флешках куча материалов. Это друг Лехи Фирсова рассказывает про драконов. Блинный сказ. Очень там нагаш кусок, по-моему, лишь штрафники. Репорта 2. Два репорта, между прочим, по 40к. Девятка и старенький восьмерочка. И что-то еще. А, и Город Секретов. Но Город Секретов я себе, наверное, возьму. Если, конечно, совсем крыша уже не поедет от монтажа. Потому что мне еще монтировать дофига. Из Карелии будет, видимо, к концу месяца в лучшем случае. У меня это огромный выпуск, как мы крафтим на ролевку. Нам всякие штуки. Завтра вторую часть идем снимать. У меня первая не готова. У меня надо Город Секретов бабахмут, и мне вот надо отдых. Ладно. Давайте начнем. Мне кажется, надо начинать. А то мы как-то это... Вообще в ночь уйдем, мне кажется, и будет не очень круто. Хотя, кто знает. Ага, музыка тут есть. Это хорошо. Опять голая ходишь. Что, что творишь-то? Ну ладно. Голая так голая. Пусть ходит голая. Вы готовы, дети? Да, капитан, да, капитан, да, капитан, да, капитан, да, капитан, да, капитан, да. Про танкистов рассказ. Напомню еще раз, кто до этого не слышал, о чем будет ее произведение. Мощный рассказик. Мне кажется, даже может понравиться. А может и не понравится. Кто знает. Ну, попробуем. Ну вот, все готовы уже. Прям теперь чувствую, что почти все. Почти все готовы. Да. Спасибо большое. Бенни Блейд? Не, не думаю, что хочу. Бенни Блейд не то, что бы хотел рассказывать, если честно. Какого-то желания большого нет про Беннику рассказывать. Но это не факт, конечно же. Может все измениться очень легко. Ладно, поехали. Еще раз спасибо за донаты. Ну, представьте себе, да? Как обычно. У нас темное пространство, низги не видно. Вообще ничего. Мулочку, кстати, если слышно. Если музыку слышно, можете сказать, типа, Иван, все хорошо. Музыка слышна. Можешь рубать дальше. Это важно. Потому что если не слышно ее, то это будет не очень круто. Вот, ее должно быть слышно. Как только ее будет слышно, да? Тогда и продолжим точно. Ну, видимо, стрим 15-секундная задержка, наверное. Потому что, какого черта? Хорошо. Окей. Слышно. Слышно. Окей. Хорошо. Представьте себе, темнота. Абсолютная темнота. Не видно ни сги просто. Вообще ни черта не видно. И только... Щелк. 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 Что-то такое щелкает. И это человека в полной тьме приводит в чувство. Пощелкивание. У него сразу же всплывает вспышка. Пхух. В сознании. Это пощелкивание остывающий. Сжимающийся пласт стали. Еще раз. Щелк. 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 А после этого воспоминания. Где же он вот этот звук слышал? Спасибо. 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 Где он этот звук слышал? Уже такой знакомый до боли. И он видит буквально в дымке собственного сознания. Картины. Из его учебки. Учебки. Когда его рота делал остановку на ночь. Танки парковали рядом у обочины. Готовились к предрассветному выходу. И движки их остывали. А блоки цилиндров пощелкивали. Избавляясь от лишнего жара и тепла. И опять щелкаю. Щелк. А потом замедляется. Пощелкаю. Все реже, реже. Двигатель уже остывает. И он не мог даже вспомнить. Спасибо большое. И он не мог вспомнить даже уже. Чтобы командование вроде бы не велело останавливаться. Почему машина стоит? Почему стоит? Стоит-то машина. И на секунду он понял, что не понимает. Почему темно вокруг? Кто он? Что за имя-то у него? Где он находится? Сразу же у человека паника наступила. Жесткая паника. И спарина на лбу вступила. И он такой, а что за херня? Где он? Пытался пошевелиться, но почувствовал, что ему больно. Суставы ломят. Ноги, руки, спину колет. А в голове огромная тяжесть в передней части. И главное, что ни черта не видно. И тут паника. Паника. Так. Он пытается выпрямиться. Чувствует, что сыро под руками. И под ногами сыро. Он почти в какой-то луже лежит. Среди тесного замкнутого пространства. Его собственного, походу, танка. Боль вынудил пошевелить его рукой. Дотрагивается до лба. И чувствует, что рука упирается во что-то холодное, недвижимое. Но это не металл. Не металл. И он понимает, это похоже на тело. Тело человека. Тут у него резко такая вспышка в голове. И он понял имя свое. Он вспомнил его почти сразу же. Люциус Скила. А вот имя. Да. Вот мое имя. Я заряжающий. Заряжающий лимонраса Санктофиде. Черт возьми, рота. Да, третья рота. Пятый Альфрадский полк. Танковый полк. Он вспомнил. Вспомнил. Он хотел было, чтобы светлее стало. Светлее. И понял на секундочку, что он с закрытыми глазами все это время находился. Ему казалось, что он их открывал. Но нет, они были закрыты. И он знал, что он должен был сделать. Нужно было встать, собраться. И взять себя в руки. Потому что он солдат Астро Милитарум. Один из пятого Альфрадского полка. И сейчас. В этой темноте. Он видел перед собой лицо отца. Который как бы бьет его к плечу. Да, парень. Молодец. Молоток. Все верно. Император защищает. Но в первую очередь, помни. Император, сынок, ожидает. Ожидает, что каждый человек исполнит свой долг. И он открывает глаза. И светлее это не стало. Вокруг. Все так же темно. У него расширяются зрачки. Обостряются все чувства. Он ощущает запах лимонраса. Вот. Опять в нос бьет запах пота человеческого. Едкое пощипывание от пушечных снарядов. Сернистый запах от тяжелого болтера. И вот все это. Сбагрено. Как будто доброй щепоткой. Вишенка на торте. Это запах прометия. Смрад прометия повсюду. Он чувствует его привкус. Черт возьми. Топливный бак что ли лопнул. Он руками повел по полу. И ощутил, что он мокрый. Влажный весь. И понял, что да. Скорее всего потек бак. И он как бы сказал вслух. Император защищает. Но в первую очередь император ожидает. Император ожидает. Понял, что он говорит вслух. И громко. Он обернулся, чтобы посмотреть, если кто-нибудь еще здесь в танке. Но темно. До сих пор темно. Без света он был абсолютно бессильный. Это просто консервная банка. Полностью закупоренная. Где ничего не видно абсолютно. Так. Он стал искать аварийные лампы. Он ввозит руками в темноте. Ощущает мертвое тело. Он его пытается опрокинуть. Пальцы что-то нащупывают. Но он не понимает, почему это здесь находится. Все не на своем месте. Не на своем каким-то перевернутым кажется. Потом он осознал. Боль в голове не позволяла ему сконцентрироваться. Он до сих пор лежал. Он не встал на ноги. Он просто не встал на ноги. Черт возьми. Глупость какая-то. У него был шок. До сих пор был шок. В ушах немного гудело. Он приподнимается. И вот. Картина изменилась. Повернулась на 90 градусов. И здесь все стало на свои места. Вот на ящик. Ящик слева для бронебойных снарядов. Справа для фугасных. Между ними вот лоток для стрелянных гилз. Слева блок аварийных переключателей. Да. Переключатели. Мне нужны они. Рука тянется. Нащупывает. Вот. Один. Дрожащими пальцами. Он тумблер за тумблером. Первый. Второй. Третий. И. Финальный. И. Зажглись аварийные лампы. Искря еще красным цветом заливая все. И начали пульсировать. Теперь было более-менее видно. В первую очередь он увидел лицо своего командира. Капитан. Капитан Бартешка. Капитан. А он молчит. Он просто болтался. Прямиком над стила. В своей обвязке. Стандартное положение командира танка, который решился на визуальный осмотр. На поясе у него висел его силовой меч. Да. Бартешка любил свой силовой меч. Изысканная работа. Наградной. Именной. Это был подарок от командующего всем корпусом за проявленную Бартешка отвагу в сражении за разлом меченого. Капитан. Он коснулся тела и развернул его. Оно скрипя. Ремни развернули командира лицом к нему. И он увидел, что у командира головы-то не осталось. Там было сплошное кровавое месило. От капитана приказов больше заждать не стоило. Черт возьми. Эммет. Ван Хоф. Клифф. Ван Титтен. Черт возьми. Он осмотрелся и увидел. Тут и там. В странных неестественных позах лежат его товарищи. И абсолютная тишина. Имена эти утонули в удушливом воздухе. Он как будто их поглотил. И не осталось ничего. Лишь только один стила стоит посреди охваченного красным светом боевого танка Лемонраз. И рядом с ним четыре трупа. Тело капитана также безмольно покачивается в обвязке. Прямо перед ним. Он осел и попытался вспомнить, что произошло. Надо сконцентрироваться. Сконцентрироваться. Это было важно понять, что послужило причиной этих событий. Что именно? Что? И он вспоминает. Капитан сообщает, что собирается произвести визуальный осмотр. Да, визуальный осмотр. Пристегивает обвязку. Он поднимается, тянется к башенному люку. И память обрывается. Вот здесь, да. Может быть воздушный разрыв? Да, точно. Воздушный взрыв. Орочий снаряд разорвался прямиком над танком. Как раз в момент, когда капитан открыл люк. Ударная волна разбила бортежка голову. Затем захлопнула. Захлопнула. Изменилось давление в замкнутом пространстве танка. Танка вывела из строя всех и убила экипаж. Всех, кроме него. Он осматривает тела товарищей. Кому-то пробило висок. Кому-то сломало шею. Черт возьми. Все мертвы. Третья рота. Третья рота на связь. Как слышите? Третья рота. Как слышите? Что? Что это за голос? Он оглянулся. Осмотрелся. Вокс. Вокс сигнал. У капитана. У капитанского кресла. Он увидел, что там шипит горящий сигнал Вокс связи. Скилла извернулся и прополз мимо разобранных ящиков к панели. Подтягивается к ней. Третья рота на связи. Прием. Самое время. Третья рота. Мы пытались до вас достучаться. Весь прошлый час. Доложить ситуацию? И Скилла возился с управлением. Пытался повысить громкость, чтобы лучше слышать. Он коснулся еще раз уха передатчика. Так. У него пальцы липкие. Мокрые. У него из души текла кровь. Он взял по своему лицу, провел ладонь и увидел, что она вся в крови. У него пробило немного голову. А, черт возьми. Это... Это третья рота. Санктофиды, сэр. Докладывает заряжающий Люциус. Люциус Стилу, сэр. Позовите Кипрена Бартешку. Я брат, сэр, но он мертв. Я думаю, тут только я остался один. Тишина. Сэр? Как слышно? Это Стилу, сэр! Тишина наступает. После этого он понимает, что император... Господи, оператор с кем-то шепчется. Заряжающий Стилу, с вами хочет поговорить командующий корпусом. Раздается другой голос. Теплый, великодушный такой. Голос-то как будто доброго богатого дядюшки. Заряжающий Стилу? Да-да-да. Эм, сэр? Мне нужно, чтобы ты запустила Успики. И дал мне отчет. Все Успики не работают, сэр. Ничего не работает. Топливный бак машины лопнул. Я стою по щеколотку в промете. И не знаю, что мне делать. Вы должны меня вытащить отсюда. Стилу? У него после этих слов как будто сердце упало просто. Ух. Я танкист. Я танкист. Да, сэр. Вокс работает. Ты же говоришь по нему. Попробуй запустить Успик. Ты танкист Стила. Веди себя соответственно. Сделаю. Он потянулся к панели Успиков. Тумблер. Второй. Третий. Попытался. Немножечко провода пощелкать. Ничего. Все экраны были пустые. Черт возьми, ничего не работает. Тупая машина. Машинные духи с норовом. Бить их редко помогает. Попробуй перезапуститься, сынок. Давай, танкист, делай. Я не помню, что делать. Что делать, сэр? Что делать, сэр? Танкист, вспомни, чему тебя учили. Я... А у меня башка болит. Простите, сэр. Я не могу. Не могу. Люциус. Это же твое первое боевое патрулирование, верно? Да. Да, сэр. Да, сэр. Да, это мое первое. Никто не хотел, чтобы так вышло, Люциус. Но ты все еще живой. Ты все еще там и там нам. Ты нужен нам. Император защитил тебя. А теперь император ожидает. Ты нужен. Включая Успики. Хорошо. У него взяла выучка над собой. Он собрался, сконцентрировался. Руки легли на панель. И начали водить команду на перезапуск. Раз, два, три. Раз, два, три. Он очень много времени посвящал курсу заряжающего. Он был хорошистом. Он был отличником даже. А все остальные, дополнительные курсы, он пробегал очень быстро. Но он вспомнил всю свою выучку. Раз, два, щелк, щелк. Экраны замерцали, ожили. Включается, сэр. Славно, славно. А, черт возьми, помехи. На них, на всех помехи. Должна быть повреждена система сенсоров. Заряжающий стила. Мне придется просить тебя доложить о результатах визуального контакта. Позвольте, я еще раз попробую, сэр. Позвольте. Он вводит команду на этой загрузку еще раз. На это нет времени, заряжающий. Я должен получить доклад. Сейчас же, танкист. Помни, император ожидает. Да-да-да. Да, сэр. Простите, сэр. Да, сэр. Черт возьми. Осматривает бартешка, который болтается в обвязке. Осматривает его силовой меч. Бесполезно свисает на боку. Надо его убрать, чтобы он смог вылезти оттуда. Он отстегивает капитана. С его обвязки. Тело обмикает прямиком на нем. Буквально отвращение. Это мертвый человек, у которого лицо превратилось в месивое. Он свисает прям на нем. Он с усилием переворачивает его и кладет буквально на пол полный прометия. Так, все, он полежит здесь. После этого стила забирается наверх и открывает люк. Он раз проворачивает, два проворачивает винт люка. И тут слышит скрип или шум. У него руки застыли на месте. Что-то скреблось снаружи. Да, скреблось, как будто что-то царапало пласталь. Черт возьми. Он обратно сдвигает обратно башенный замок. Закручивает его. Черт возьми. А после этого бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Стучать начинает. Кто-то стучит по корпусу. По корпусу боевой машины. Стучит, будто молотком или камнем. Люциус, что происходит? Люциус, доклад. Стила подныривает под приборами. Выхватывает вокс. Наружу что-то есть, сэр. Оно бьет по танку. Вы должны меня вытащить отсюда, сэр. Не волнуйся, стила. Просто держись. Проверя успики еще раз. Я не хочу видеть, что там, сэр. Проверя успики. Бам-бам. Что-то бьет по крышке люка. Танкист, проверь, мать твою лю... А успики? Да, да, да. Успики. Хорошо. Он короткую молитву бормочет себе, которую знают, успокаивая дух машины, Санкт-Фиде. И после этого ауспики начинают потрескивать. Они потрескивают, и загораются экраны один за другим. А звук теперь становится как будто сбоку, со стороны болтерных спонсонов. И он прямо отчетливо слышит. Бам-бам. Удары с левой стороны. Несмотря на повреждение многочисленной передачи, идет, загружается красный экран, стабилизируется и начинает мерцать. А после этого пиксели выстраиваются воедино, визуализируя. Снаружи танка. Бам-бам. И экран проясняется, и он видит. Он видит огромную пыльную равнину, которая уходит вперед. Тут и там пара лишь кустиков. И эта равнина уходит туда, к закату, где какая-то гигантская структура высится. Огромная, большая. Земля изрыта вокруг воронками. Можно видеть, как слева и справа находятся две разбитые машины других лимонрасов. Он понял, из роты никто не добрался до точки эвакуации. Никто! Орки, черт твою мать их дери, наконец-то сумели пристреляться артиллерией. Вдали виднелилась огромная структура, это мост бесконечности. Это огромная, гигантская, просто полоса из непонятной структуры, которая перекинулась с одного континента на другой. А между пропасть, на дне которой магма. Море магмы. Он изгибался изящно этот мост и уходил куда-то далеко вниз. Стила понял, что что-то не так. Мост стоит, он должен быть взорван, черт возьми. Его рота задача была задержать врага, пока саперы устанавливают подрывные заряды, а затем направятся к зоне эвакуации. То ли снаряды не сработали, то ли саперы не добрались до моста. Это не важно. Это проблемы командования, у нее есть дела поважнее. Бам, бам. Стила, доклад. Я ничего не вижу. Ничего не вижу. На экране возникло лицо, зубастое, с клыками. Оно посмотрело на... На скилу, как будто прямиком в камеру и... Съело ее. Огромная клыкасская пасть просто сомкнула зубы и сенсор погас. Людь тут от прямо вот экрана. Орки! Снаружи орки, сэр! Вокруг Санта-Фиде. Орки! И они грызут, стучат по нему. Орки любят грабить, сынок. Так же, как любят и убивать. Сэр, я заперся здесь. Я заперся здесь, им сюда не попасть. Это хорошо, танкист. Это хорошо. Что ты еще видел? Я попробую запустить другую пик-трансляцию. Сэр, чистая равнина. Я, походу, единственный выживший. Здесь только один орк, насколько я понимаю. Удивительно, что они не идут к мосту. Что? Что ты сказал? Стила, что ты сказал? Я пытаюсь запустить пик-трансляцию. Не-не, про мост. Мост, он стоит. Он стоит. А что? Оставайся на связи, танкист. Тишина наступила в оксе. А потом он слышал движение, множественное движение. Он принялся крутить ауфпик и приключался с одного блока сенсоров на другие. И экраны прояснялись тут и там. И он увидел, что вокруг него все больше и больше становится орков. Сэр, там их десятки вокруг меня. Возможно, будут сотни, если я буду следить тихо, может, они уйдут. Сынок, подтверди, что мост не обрушен. Что? Заряжающий скилл. Установи визуальный контакт с мостом. Он обрушен. И тут стук усилился. Покрышки бьют. В бочину танка бьют, как будто стремятся ее вспороть. Но это пока невозможно. Я же в танке. У меня же броня. Не, они такие безумные варвары. Они не... Нет, не прорвутся, подумал Стила. Нет, ни за что. Нет. Стила, подтверди. Подтверждаю, сэр. Мост еще стоит. Да, он там стоит, мать его. Этот тупой мост еще там. Мне нужно эвакуировать, сэр. Этем... Бам! Бам! Они все больнее, сильнее и сильнее начали стучаться по танку. Стила, слушай меня. Кто-то из орков приближается к мосту? Ах! Они вовокурку вообще бьют. Теперь по правому спонсону. Пласталь поскрипывает и стонет. И как будто кто-то хочет смотреть слой. Слой за слоем с танка. Он посмотрел на пик-трансляцию. Там видно длинные равнины. Мост, голая, пустая равнина. Нет, сэр, никого. Принято. Они пытаются влезть внутрь, сэр. Что мне делать, прошу вас, скажите, что мне делать? Вспомни, чему тебя учили, сынок. Звено Валькирии в пути, танкист. Император защищает. Бам, бам, бам. Черт возьми, как скоро они будут здесь? Как скоро? Тишина в окт-сигнале. И он движет, как левый спонсон. Он левый спонсон. На нем броня. Пластина брони выгибается и проминается. Словно лист бумажки на ветру. Она начинает двигаться. Я не знаю, сколько осталось до того, как они вскроют санктофиды. Танкист, другие есть. Орки, другие есть. Они все на тебе сосредоточены. Он молчит. Танкист! А Люциус смотрит, как тяжелый Болтер начинает двигаться. Туда-сюда, в разъеме. Как будто порчен двигателя. Его с той стороны пытаются выломать. Выломать? Какая сила? Черт возьми, какая у них сила? Люциус, ответь! Он замер. И тут Болтер тоже замер. Тишина наступила. Он включил пик-трансляцию. Смотрит на ней. Орки. Что-то говоря себе, смеясь. Дерясь с друг другом на ходу. Сражаясь, они бросают танк и выходят. Они начинают разминать плечи. И потом понимают, они уходят в отдаление и видят их машины. Байки. Какие-то непонятные движки, прикрученные там чуть ли не изолентой. Баги огромные, собранные из каких-то запчастей. Они все прыгают на эти машины, смеются, бьют друг друга. Начинают реветь двигатели. Он даже отсюда чувствует. Чувствует запах душливого дыма, который поднимается от десятков движков, которые включились. И он слышит рев машин. Гул просто. Сэр. Сэр они уходят. Направление 2, 6, 5. Сэр. И они все начинают двигаться к мосту, поднимая огромные клубы дыма. Да. Они уходят, Дун, просядь скилл. Они уходят. Слава императору. Пускай об этом думают командующие, куда они едут. Пускай, черт возьми. Мне все равно. Я так не умру. Не так. Я не так. Заряжающий стила. Открыть огонь. Что? Заряжающий стила. Как слышно? Открыть огонь. Стила. Как принял? Но? Он видит, первые мотоциклы уже удаляются. Они уезжают вперед, набирая ход. Стила, это приказ. Огонь. Но я не хочу, сэр. Они ушли, сэр. Стила. Открыть огонь. Валькирии уже в пути. Они почти на месте. Но им тебя не найти, если начнешь стрелять, мать твою. Они уходят, сэр. Я не хочу привлекать их внимание. Сэр. Не хочу. А ты не думаешь, что тут придут другие? Стреляй по ним сейчас же. Сейчас же, пока они к тебе спиной. Валькирии добьют оставшихся и заберут тебя. Они уже почти на месте. Расчетное время, сэр. Девять минут, танкист. Тебе нужно продержаться всего девять минут, а теперь открывай огонь. Используй фугасные снаряды. Мотоциклы уязвимая цель. Он гляделся. Посмотрел. Да, фугасных снарядов хватило бы. Посмотрел на пикты. Огромное облако. Оно удаляется. Оно очень быстро удаляется. И это видно, насколько скоростной орочень авангард. И он движется по равнине. Он был прав. Оркам негде укрыться. На пыльной пустоши. Сидя на мотоциклах. Баги. Орки не могут укрыться. Их было легко убивать. На примитивное звериное желание скреблось в нем. Желание выжить. Он не мог пошевелить рукой. Он притворялся мертвым. По воксу. Это приказ Тила. И эти слова разбудили, что внутри него. Что выше инстинктов. Выучка. Они активировали его выучку. Часы. Дни. Недели. Все, чему он учился. Всю эту муштру. Повторение одной и той же последовательности действий. Снова и снова. Снова и снова. И начало только последовательности. Он скорее мог бы заставить свое сердце. Скорее прекратить биться. Нежели отступиться от нее. У него расширились глаза. Он выдохнул. Он вспомнил лицо своего отца. Император Рашьёй ожидает Тила. Ожидает. Заряжаю основное орудие, сэр. Он не хотел умирать, но понял, что он сейчас это сделает. Молодец, парень. Молодец. Благодарю вас, сэр. По учебнику, сынок. Давай. Делай все по учебнику. Он отложил вокс. Подошел к Ларьку. С фугасными боеприпасами. Вытащил снаряд. Задвинул дверцы ящика. Впихнул снаряд. Казенник пушки. Закрыл. Его учили на заряжающего, так что он это делать умел. За время учебы он с девяти секунд поднял свой результат до четырех с половиной секунд. И в этом заключалась проблема. Что он мог заряжать? Курсы смежные стрелка и водителя занимали всего один день. Тебе придется повернуть пушку вручную, танкист. Он слышал вокс. Да, сэр! Так, угонул в прицел. Смотрел на тридцать градусов в сторону. Так, рукоятка. Вот он, кривошипный механизм. Начинает вращать. Вращает медленно пушку. Башня, поскрипывая, разворачивается. Стонет, но продолжает движение. Три оборота на один... Три оборота? На один градус поворота. Три оборота на один градус поворота. Он, обливаясь потом, начинает силой крутить эту рукоятку. Башня медленно поворачивается. Уходят дальше. Он видит в прицел это огромное пятно пыли. Он связан с прицелом почти готово. Вот она, огромная пыльная буря, которая двигается прямиком по равнению на запад к мосту. Еще 5 градусов, 15 оборотов. 5 градусов, 15 оборотов. 4, 3, 2... У него мышцы просто все напряглись. Чувствует, что башня повернулась. Он опять смотрит на прицел. Так, отлично. Стэка посередке пылевого облака. Теперь нужно ауспики в тепловой режим. Переключает дрожащими руками тумблер. Облако загорается красным светом. Тепловое облако. Возвышение, возвышение, возвышение. Так, вспомнить возвышение. Чему меня учило все. Вверх на 2 градуса. На 2 градуса. Он хватает рукоятку подъема пушки. Вращает ее, отсчитав 6 градусов. После этого проверяет прицел. Сверяет риски. Ага. Вроде прикреслено и наведено. Отлично. Осталось только оттолкнуть запальный рычаг. Огонь. Толкает его. И боевая пушка дернулась назад. В башне взвихрился густой удушливый дым отпускового снаряда. Выучка снова взяла над собой вверх. Он уши отпустил. У него шапку танкиста порвало. Просто уже отпускает уши. Обратно смотрит. Был выстрел. Произошел выстрел. Пылевое облако перестало двигаться. Смотрит в прицел. На его середину продолжает гореть красным. А перекрестик стоит прямо по центру. Так, понял. Все. Понял. Выучка открывает казенную часть. Высвобождает стеклянный фугасный снаряд. Он просто выпадает в лоток для гильств. Он отодвигает обратно дверцу ящика с боекомплектом. Вытаскивает еще один фугасный снаряд. И заталкивает его в казенник опять. Смотрит прицел. Не сбился. Огонь. И он повторяет. Раз за разом. Раз за разом. Он повторяет одно и то же действие. Одно и то же действие. Он хватает снаряд. Заряжает его. У него напряженные мышцы. Кровь смешивается вместе просто с потом. И он стреляет. Еще один выстрел. Еще один выстрел. Еще один выстрел. Все меньше и меньше фугасных снарядов. Он каждый раз сверяется с прицелом. Огромная пыльевая буря. Она уже вся красная. От взрыва снарядов. Это все просто превращается в одно сплошное большое пятно. И он стреляет. Еще раз стреляет. Еще раз стреляет. И стреляет. И после этого он смотрит. Он уже устал заряжать. Он всматривается. Уже невозможно понять куда падают снаряды. Уже невозможно понять было падание или нет. Все заволокло дымом просто от разорвавшихся осколочных снарядов. Он отдышался. И посмотрел еще раз. Дым потихоньку начал развеиваться. Боец, боец, доложить! Боец, доложить! Он подходит к Воксу. Выпустил снаряды. Сэр, визуального контакта не наблюдаю. Все заволокло. Признаков движения никаких нету. Там все было красным абсолютно. Он засвечен. Жар от снарядов, а успик. Визуальный контакт, Люциус. Тебе нужен визуальный контакт. Открыть? Сейчас? Это единственный способ выяснить, всех ли ты накрыл. Кроме того, тебе придется открыть, когда прибудут Валькирии. Давай, боец. Расчетное время Валькирии, сэр. Меньше десяти минут. Они в пути, поверь, танкист. А теперь дай мне визуальные данные. Да, сэр. Он прописывается опять к башне и начинает отпирать люк. Но затем останавливается. Он слезает обратно и переключает между оставшимися блоками сенсоров, проверяя. Нет ли никого узорков здесь? Чиста ли зона? Нет, никого нету. Нет, не осталось ни одного зеленокожего вокруг его танка. Хорошо. Он стягивает с бортового стрелка респиратор. А, с его мертвого лица. Нацепляет на себя респиратор. Поправляет очки, которые не треснули. После этого отворяет рук. Люк. Откручивает его. Откидывает крышку. Он приподнимает... Солнце. Оно светит. Черт возьми. Даже слепит слегка его. Слепит. Чувствуется ветер. Облака. Просто пыли. Гоняет ветер по этой равнине. Не видно и следа от орочих машин. Он поворачивает голову. Пытается прислушаться. Ничего. Только звон в ушах еще остался. От постоянной стрельбы фугасными снарядами. Облако, взметнувшись от обстрела, уже начнет оседать. И в разряженном воздухе планеты Калева, где они ведут свои битвы, он видит распоротые остобы мотоциклов, распоротые баги и тела орков, разбросаны тут и там. Он даже замечает части оторванных тел, которые еще трепыхаются и пытаются как будто дотянуться, сражаться как будто. Руки щепами. Он даже может их различить. Он всех их перебил. Всех. И у него легкая эйфория. У него реальная эйфория на душе. Да, я это сделал. Я один. Я один их всех покарал. Черт возьми. Я смог. Я смог. Да. Я заряжающий. Люцовой силы. Я их всех накрыл. Я остановил. Огромное орочиношествие. Черт возьми. Да. 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 Ха-ха. Он радостный. У него чувство счастья. Просто чувство счастья. На душе. Он понимает, что все они уже были остановлены. Мост впереди. Он. Пуст. Никого не видно даже. Никого. Лишь только ветер и ветер. Ничего больше. И он такой, да. Мы сделали это. Сделали это. Да. Он хлопает по боевой пушке. Молодец, малышка. Ты смогла. Отлично. Он слышит, как Вок сквакает что-то там. Пытается, наверное, приободрить и что-то сказать. Но это не важно. Это не важно. Он наслаждается видом своей первой битвы. Мост стоит. Мост стоит. И он видит вдали какие-то воздушные машины. Возможно, это громы. Возможно, валькирии. Может, мародер-бомберы. Он не знает толком. Спасибо большое. Причат давать в конце. Он не знает толком, что это было. Неважно. Он видит, как они заходят на посадку. На бреющем полете некоторые. И мост дрожит. Он реально дрожит. Шевелится, как будто огромная змея. Изгибается. Но успокаивается. Некоторые обломки он видит, как откалываются от этого моста. И летят в бездну под ним. Просто в бездну. Но самое неприятное, что мост не падает. Он не разрушается. Потому что он слишком велик. Он огромен. Он сделан ксеносами. Он сделан ксеносами либо в стародавние времена, которых никто уже не может даже вспомнить. Его было очень тяжело обрушить. После этого до него докатились какие-то голоса. Или звуки какие-то. Он их не разбирал. Видел только, как самолеты летают над мостом. Возможно, это валькирии, которые сейчас эвакуируют саперов. Потом они отправятся за ним. Вот те самые машины. Он смотрел на них. А звуки сзади были все отчетливей. Но он не собирался оборачиваться. Он просто хотел, чтобы эти машины, которые летают над сраным мостом, развернулись и стали чуть ближе к нему. Сейчас. Момент его триумфа. Он как будто просил их. Пожалуйста. Пожалуйста. Летите ко мне. Возьмите меня. А звуки докатились до него. И он уже различал. Это гул. Был гул машин. Гул множества движков. Он замер на секунду буквально. Он просто замер. Потом обернулся. Не хотя... Не хотя. Мускулы не слушались. Но он обернулся и увидел. Увидел что-то вдали. За танком. Это было первое боевое патрулирование. Люциус осетила. Он думал. Он думал, что зеленокожие орки, ксены, смески, которые окружили санктофиды, составляют всю орочую банду. Всю ее основу. Думал, что он спасся. Когда он убил равнину, услынули их трупами. Что 30 или около того байков и багги, это все шторки могли показать имперской гвардии. Но как только он обернулся, он увидел, что такое настоящая орочая банда. Он увидел ее размер. Полный. Лязгая, дымясь и дребезжа, на него катилась просто вереница. Целый вал техники. Стена металла. И этот металл был испещрен многочисленными клыкастыми мордами, которые орали, хокотали, вопили что-то. Он не собирался разбираться. У него вздрожали руки, вздрожали ноги, когда он увидел, сколько и какая огромная, гигантская волна катится на него, этих орков, зеренокожих. Они как будто лаяли. Боевые руки, эти огромные фуры. Он молчал. С дрожащим лицом, перекошенным от злости, ненависти и отчаяния, он нырнул внутрь танка и закрыл за собой люк. И лихарно завернул его. Годеносик валькирии, сэр! Их тысяча вокруг! Тысяча орков, сэр! Доклад, танкист, спокойней, соберись и доложи, по уставу. Доклад! Сэр, их очень много! Их очень много, сэр! Люциус, ты не собрался, сынок! Что с... что с мостом? Эээ, патруль орков уничтожен, приближается орочебанда, расчетное время... Я думаю, две минуты до меня! С мостом что, сынок? Все еще стоит, сэр! На том конце тишина, никого не слышно. Сэр, что мне делать? Их очень много, сэр! Валькирии будут через три минуты, танкист. Но банда до меня доберется быстрее, сэр! Значит, тебе придется их сдерживать, пока не появится Валькирия! Он замер с Воксом? Сынок, это твой единственный шанс. Ты будешь сдерживать их, пока сюда не придут Валькирии! Черт возьми! Да, сэр! Ты меня понял, сынок? Да, да, сэр! Я сделаю это! Хорошо! Я сделаю! Он бросил Вокс и ступленно завертел ручку! Черт возьми! В задницу все это! В задницу все это! Три оборота! Три оборота на один градус! Ему нужно развернуть как можно быстрее! Значит так! Значит так, пятьдесят! Так, сто восемьдесят градусов, это пятьдесят секунд! Они будут здесь меньше, чем через две минуты! И он начинает вращать ее, вращать уже обоими руками! Он прямо сквозь пласталь слышит завывание этих орочек, головорезов и ублюдков! Так, тридцать девять тысячи один, сорок тысячи один, сорок тысячи один! И он считает каждое вращание, ты черт возьми, огромной в ручке! Он не сверяется с Ауспиксом, Ауспиком, это уже не нужно ему абсолютно! Он просто открывает ларь с боеприпасами и грузит в боевую пушку фугасный снаряд! Захлопывает его! Он смотрит последовательно Ауспик! Так, зеленокожие почти до нее добрались! Скилла бешено завертел подъемную рукоятку! Ему нужно теперь опустить ствол, который был поднят до этого! Нужно опустить прямиком прямой наводкой по ним ударить! И вот он уже видит, Ауспика, корки почти на него наезжают! И он бьет по... Гошетке! Огонь! Отдача! Извлечение! Перезарядка! Выстрел! И еще раз делает то же самое! Баба! Взрыв! Что-то разлетается! У него в ушах звенит! Шапка, которую он спер у бортстрелка, она защищает его уши хоть кое-как! И еще раз! Отдача! Извлечение! Перезарядка! Огонь! Отдача! Извлечение! Перезарядка! Огонь! И он еще раз стреляет! Еще раз стреляет! И после этого начинают бить! Орки начинают бить по его броне! Звук доносят от правого спонсона! Бам-бам-бам! Потом от левого! Бам-бам! Скилла поднял глаза с снарядом в руках! А-а-а! Ползайте по мне, суки! Ползайте! Сейчас я кое-что для вас приберег! И еще один снаряд заряжает и стреляет! Взрыв! Какие-то ошметки просто! Он слышит, как ошметки земли и металла падают и бьются о броню его танка! Это явно попадание по одной источил! Зеленокожие уже пытаются вскрыть Санктофиде! Скилла уже не думал! Он просто действовал! Корпус звенел от мощных ударов! Орки лупили молотками, топорами, дубинами! Он... Скилла на глазах пласт стали уже прогибается внутрь! Дело до ближнего боя дошло! Он понял, а, суки! Вы уже здесь! Он отодвигает тело одного из павших вон Киттен, бортового стрелка, отбрасывает, оно шмякается буквально в брызгах прометия, после этого хватается за тяжелый болтер и дает залп! И видит смотровое, маленькую исчелку, как просто все в кровище зеленой! Все брызжет в зеленой кровище! Он начинает стрелять с этого болтера, поливает болтами, все! Будто бьет саранчо! Он может даже не целиться, потому что орков слишком много вокруг! И под ногами лязгуют стрелянные гильзы в прометии! Появляются в прицеле зеленокожие морды и разрываются буквально на части! Эхо, звука, с которым те лазеры на кожах взрывались просто под окнем тяжелого болтера, разносилось поверх оглушительного рокота оружия, который глушил стила! После этого он стреляет и понимает, что зажимает гашетку до упора и слышит щелканье! Чпок, 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 чпок! ПУСТОЙ! Он кричит, но понимает, что никто уже не ответит! Это была просто выучка! Черт возьми! И он понимает, что орки раскачивают машину! Они начнут ее раскачивать! Он чувствует движение! Движение! Танк покачнулся от удара сотни орочек, кулаков и топоров! Пласталь завъезжала, заскрипела! Танк туда-сюда начал ходить! Он перевернулся, схватился за обвесь, которая осталась от павшего капитана, прыгнул на другой борт, на правый, и начал опять стрелять с другого болтера! После этого завъезжал Вокс! Они повсюду! Сэр! Они повсюду вокруг меня! Долго подержаться я не смогу, сэр! Но Вокс только шипит! Стилл хрестнул болтерными снарядами из спонсона! Звуки гильз только и слышно, как падают, падают, падают! Справа от Санктофита оставалось не так много орков! Стилла сделал еще меньше! Но их было все больше, больше и больше! На звук огня болтера работающего танка, на запах опаленной плоти, слетались как просто саранча, как мотыльки на какой-нибудь фонарик, огромные толпы орков! Их было все больше и больше! Один из орков схватился за болтер голыми руками, и стилла в смотровую щель, видел какая-то огромная махина! Взбугрились мышцы на нем, и он поднимает болтер, уводя его смертельный огонь от своих, если так можно сказать, товарищей! И он видел, как у него руки, с них просто кожа слезает у орка, потому что раскаленный болтерный ствол, плюс еще он пытается сопротивляться его движению, Ну вот, и он, черт возьми, тупорылый ублюдок! Где, где, где оружие? Он смотрит, так, сабля капитана, нет, 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 вот! Вот оно! У механика! Достает у мертвого механика из-за пазухи лаз-пистолет, почти разряжен к черту, и в смотровую щель стреляет! Пью! Выстрел, 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 вспышка, вспышка, и орку попадает снаряд прямо между глаз! Тот заваливается с непонимающей мордой, «Что происходит? Я помер! Меня ждет орк Галла!» И аккуратненько плюхается в грязь. Болтер освобождается, и после этого он давит на спуск и просто скашивает орков. На фоне ревого болтеров раздались яростные, торжествующие его плестила. «А, сука! Мне так легко не взять!» Но танк до сих пор они продолжают качать. Он убивал ксеносов с нулевой дистанции, просто в упор разрывая их тела. Он перебил с одной стороны танка. После этого, вытирая кровь, которая лилась у него уже из носа, изо рта, он покачиваясь в танке, который методичными ударами раскачивала зеленокожая волна, переходит на другой болтер. Так, мне нужны болтерные снаряды. Он подтягивает ленту, заряжает в болтер и чувствует, что его с другой стороны пытаются вырвать. Он разворачивает его контрдвижением, выпускает залп и чувствует, что схватка ослабла. И еще раз, сдает на гашетку и досухо осушает пулеметную ленту. И тут он видит, как где-то там в смотровую щель появился варбос. Огромная тварь, которая квит процессом. Он подходит, как будто смеясь. «Хорошая цель!» И перед ним появляются орки, которых он методично перед собой, как будто на убой, мясным щитом собирает. Хватает одного за шкирку силовой кришней и подпихивает перед собой. «Сэр, где долбанные валькирии? Где долбанные валькирии, сэр? Они меня перевернут сейчас!» «Держись, сынок, держись!» Голос полковника трещал в оксе. «Император защищает, сынок, держись!» Поднапрявшись в последний раз, орки с силой завалились на бок Сантофиды, и он с треском опрокинулся и упал на правый спонсон. Под собственным весом кожух спонсона просто раскололся. Запах прометия смешался с запахом болтерных снарядов. Один из Ауспиков еще работал, мерцая селым и красным. О нем Стилл увидел, как варбос орков с хрустом разминал свою шею. «О да, отлично будет сейчас!» и разминал огромную силовую клешню во своей руке. Он видит, как он подходит к танку и хватается за башенный люк. Теперь, когда танк оказался на боку, этот огромный верзилок без труда мог до него дотянуться. «Сэр! Сэр! Он пытается... Он пытается пробраться внутрь!» Люк заскрепел. Замок напрягся, но выдержал. Варбос удивился, отошел. «Ха-ха-ха!» И он увидел. Увидел сенсоры. Он понял, что он за ним наблюдает. «Ха-ха! Тупой человек!» Он схватил барбос с клешней, орк, который пробегал рядом, и... Оторвал ему голову. Не задумываясь ни на секунду, просто оторвал голову орка, которая брызнула кровью прямо на него, выбросил тело и показал прямиком в сенсоры. Показал. А потом снова повернулся к люку и взялся за люк. «Черт возьми! Тупой ублюдок! Он хочет открутить башню танка! Как голову того орка! Он хочет открутить башню танка! Танка!» Стила услышал танк. Тот умирал. Дух машины стонал. Стонал и уходил. Он разбернулся к воксу. «Сэр! Сэр! Он проберется прямо сейчас сюда! Он будет здесь с минуты на минуту! Сэр! Что мне делать?» Шипение по воксу. И тут он услышал, как рвется, буквально рвется броня танка. И башня поддается. Огромный варбос просто ржал тиски свои, к силовой клешни и начал отдирать. Отдирать башню машины. И тут он как будто все понял, у него глаза у Стилла расширились. «Сэр! Валькирии ведь и не было, да? Сэр! Валькирии же не было! Тишна в воксе! Сэр! Не надо мне подслащать пилюлю! Я скоро умру, сэр! Император посылает тебе свои личные валькирии, сынок. Они и доставят тебя к нему. Доставят меня к нему. Хорошо, сэр. Спасибо. Это меня утешило. Очень. Ну, передайте ему одно. Да, сынок, что? Я... Скажите императору, я прибуду к нему с подарочком. С подарочком. Конец связи. Он выключает вокс, такой смотрит, так, вокруг все такое в слоу-моушен переходит, он видит, как башня реально искря начинает отдираться, солнечный свет проскользнул в чрево танка. Он видит ящики с боеприпасами для боевой пушки, бронебойные снаряды, которые лежат на месте, и несколько фугасных, которых он еще не израсходовал. При закрытых ящиках, даже в случае пробития и детонации, машинный дух направляет основную часть ударной волны вне, через взрывные клапаны танка. Но при открытых дверцах, разрушительная сила у боезапаса устремилась бы через башню прямиком. А люк уже выгибается наружу. Запорный механизм трещит, трещит, скрипит. Хлопок, он понял, треснул. Он посмотрел на вас пистолет, 10% осталось. Это даже не напугает его, варбоса. Ему нужно было оружие. Он также, как будто в слоумоушене, абсолютно спокойно увидел шашку, силовой меч капитана. Черт возьми. Он протянулся и вытащил его из ножа, активировал руну, оружие загаскарилось светом. И тут, когда башня отделилась, он увидел орка, который медленно заглядывает внутрь и рычит с мерзкой улыбкой. После этого он берет и между глаз всаживает Эфес сил... Да, господи, силовой меч по самую почти рукоятку. Варбос взревел. Взревел. И он, видя, он отшатнулся, заорал. И после этого он как будто время запустилось заново, и... Варбос отступился. Тупой дегенерат! Ублюдок! Моя голова! Кровища льется из него. Люциус выходит из этого люка, ну, появляется в люке, смотря, что же случилось с Варбосом, и видит, как он пошатываясь, восстанавливает равновесие, смотрит своими красными глазами на стила, скаливает зубы, он улыбается, он выхватывает меч и начинает вытягивать. вытягивать понемножку вытягивать из своей башки меч вы понимаешь другие орки смотрят на него смотрят сейчас варбос отшвыривает силовой меч в сторону и снова двигается к санта фиды а за ним лопача улюлюка это смердя смердя и покачивая руками там бегут остальные орки скилл нырнул обратно в недра танка такой смотрит что осталось что осталось кричит вокс валькирия уже в пути они уже с тобой сынок я знаю знаю варбос опять просовывается руки в танк нащупывать пытается стила руками но он забивается ближе к снарядам и ублюдок иди и возьми меня давай падла иди сюда варбос вынимает лапу заглядывает дальше в танк он видит своими красными глазами взгляд стила кровища льется по его лицу зеленокожий огромной морде он скорчивает как можно дальше скорчившись подальше от люка стила заряжающий 3 роты 5 альфрадского полка он бьет маленькую крышечку которая стыд у приборной панели она откидывается и он хватает ракетницу сигнальную ракетницу и после этого молча не разбазаривая временно тафосные фразы стреляет себе прямо в лужу промете из этой сигнальной ракетницы на миг все озаряет просто светом все озаряет светом все ярким ярким это был самый яркий свет в жизнь заряжающего стила а потом засияло еще ярче звук он так и не услышал башня санта фида взорвалась из черева танка ударил поток очистительного белого света он просто как будто огненный вулкан раскатился опалил поверхность равнины варбос превратился в милый добрый безопасный никому не угрожающий прах который развеивался по ветру а собравшиеся вокруг орки разлетелись по разным направлениям части движков попали по другим машинам орков и воспламенили их двигатели и боекомплект стоявших на ходу траков фур взрывы раскатом просто каскадом парами не пронеслись пересекались машину на машину словно как будто боли чья-то воля несла гнев императора буквально после этого командный состав стоит посреди ставки 4 бронетанкового корпуса все-таки сидят в молчании вокзать их перед тем он отключился они услышали звук который ну ни с чем бы не спутал ни один из танкистов это фыркающий свист загорающегося лимонраса и полковник командир 4 бронетанкового корпуса неотрывно глядел на молчащий вокз затем он повернулся к другому вокз посту доложить валькирии выгрузились на мост выгрузились саперы занимаются подрывными снарядами они их устанавливают скажите им оставаться на позиции чтобы забрать саперов когда мост обрушится офицер связи снова повернулся к своему вокзу передавая приказ полковника и такой смотрит на него полковник выпрямляется медленно медленно выпрямляется и задумчиво куда-то в пол глядит штабисты все молчат и просто смотрят на командира нашей задачей было уничтожить мост мы добились победы нужно было пожертвовать самым дорогим самым дорогим пиши он адъютанту говорит пиши я полковник маркус стило марку стила к награде рядового люциуса стила надо приставить император вызывает к нам он зовет нас чтобы мы несли жертвы на алтарь войны это мы и делаем пока мы готовы это сделать империум людей будет стоять вы все это поняли все вот так мой сын мечтал быть танкистом ну вот он и помер как танкист после этого он протягивает руку берет какую-то бумагу сворачивает ее направляется к выходу сэр вы хотите чтобы я выслал валькирию забрать забрать тело вашего сына он оборачивается валькирии выполняют свой приказ сообщите мне когда мост обрушится и продолжайте продолжайте и выходит вот траншеи мы все и к нет а а кто слушал молодец ну почитаем донатики ваши если вам понравилось можете подарить можете поддержать такие стримы пока не вздох солушка спасибо тебе большое сейчас почитаем донатики ого мы полоску забили красавцы спасибо вам большое это очень мило ну классный рассказ до но он своим отстом все время это разговаривал это прикольно ну вот у меня появился видите новый игру новый фаворит после маклина ушедшего нет испанец теперь нравится он умеет писать хорошо про гвардию как написал очень прикольно про пилота бомбардировщика так и про танкиста штрафники а точно очень жду александр спать не могу император храни кота переживал как за родного заката хорошего вечера спасибо александр максим 200 по-русски фамилия глушков спасибо тебе большое максим глушков все понял извини неправильно прочитал я тебе говорю что сделаю карту сданочу спасибо максим глушков спасибо тебе огромный ох ты норд норден о вир так получилось что забросил хобби несколько лет но благодаря вам вернулся сижу вот крашу вы крутые удачи вам спасибо тебе огромнющие спасибо очень щедрый донат спасибо большое сэр смаук форма я думал мы друзья я не знаю что это было по три по три ночи не спал кругом шла голова мимо макрофиксик а в ответ получал одни и те же слова да у тебя тебя же мама педагог да у тебя же папа пианист да у тебя же все наоборот какой-то нафиг танкист точно совушка 200 рублей спасибо большое за донат это очень приятно ребятам если нравится бы к стрима короткого рассказа welcome алексей минор спасибо за скримчанский планируется ли обзор гхб да когда он наши сапки храу руках окажется тогда мы и будем но это думаю неделю-две когда он там приедет не пойми спасибо я вижу тут еще было от дмитрия дмитрий спасибо тебе большое донатик спасибо ф-ф-ф-ф идет как вам рассказик то больше таких рассказов с печальным финалом данной вселенной ибо они полностью и соответствует равно как и соответствует ее жанру хорош рассказ добра ночи спасибо большое хорошей папкой задание интересные дает жил без страха и умер без страха ну типа того конец вообще отличный согласен отлично супер история интересный видишь всем всем нравится нравится спасибо большое спасибо ребят гнутым шлемом но я его выгнал обратно зачем-то и забыл сфоткать он погнут был ну ладно это принципе не сильно наверное его убьет а вот копье лопнувши уже тяжелее но я сфоткал копье и усталость пластика на шлеме но то шлюк гэвэ наверное потому что сломанное копье это херня опять блокчейн тупит спасибо все равно заранее но он fall спасибо тебе огромное мне рассказ очень понравился потому что концовка она как бы все две все разговоры ну которые были с полковником они по-другому перестраивают ну на другой манер когда понимаешь что говорил отец с сыном это по-другому воспринимается знал потому что помнишь там скилок тобой будет говорить командующий корп полковник танкового этого вот и он значит знал кто это потому помнишь он он говорил с ним типа да 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 ему гулять да сэр откуда извините да сэр он говорил фамильярно как с отцом он говорил без сэр вначале потому поправляли его да сэр чтобы он держал субординацию и помнил о долге в первую очередь а личное ушло на второй план спасибо круто но катачан оформление намного лучше охота послушать волков в твоем исполнении но кем-нибудь волки да будут потому что волков там много я уже рассказывал про волков про господи лукаса про лукаса делал рассказ пересказ железный капут рассказывал привет никита ты все пропустил уже гвардия крутая да спасибо большое атмосфера хорошая дал рассказы я не спорю ребят классно так ну все нам собрали полоску на кстати хобби серию про волков большое спасибо так нам тут срочности что надо на на коммуналку опять да надо коммуналку это срочно там там 9 до что-то такое будет опять 11 с кровавая баня спасибо сорт мал я хотел сначала уйти но я остался ведь марс мой друг товарищ хочу в чем ребят ну вот так это и завершилась кровавая банька вот вопрос коммуналку надо подплатить наш такая разметит бахает все не слава богу как обычно почитаю чат буду читать ваши донатики сладкие и чат это я люблю я был занят барахтался как бельмеш а вальдор будет пост сатурнайна параллельно вальдор для всех кто спонсором является сразу выйдет разум большим блоком наверное скорее всего вот либо очень быстро будет выходить а для и на ю тубе параллельника но редко там раз в неделю в две ну что-нибудь такое сатурнайн одновременно к андре придет сразу же для сайта плюс мы думаем сейчас армии то раздать наконец-таки победителям элдор уйдет вот на днях после этого к сестры дай бог пройдут ускоряться не знаю каким чудом вот и мы разыграем снова армию снова армию разыграем среди наших подписчиков на the station точка ру но возможно только среди тех кто на полгода и год подписывался потому что хочется уже расквитаться с долгами и собрать снова базу базу тех кто готов поддержать нас надолго пдф к с гхб еще утром появилась если что а ну это хорошо кстати но если он вышел официально вышел тогда ладно вы скиньте мне пдф-ку пожалуйста мне интересно будет почитать если он вышел официально тогда сделаем ну general handbook для age of sigmar музыка в конце из deus exe от арбит кавелли deus exe от арбит кавелли как она волков мог не донатить спасибо хобби серия с волками будет они есть мне нужна пачка интерсессоров только в идеале если я получил да но она будет пятницу пятницу да когда я буду делать если у меня появились бы интерсессоры но уехать и хашные но видите у нас уже нет набора нам не достался набор для заранее обзора заранее так заранее чтобы пощупали вот с нами не связались ребята из маркетинга это очень плохо хобби геймс видимо ну да ну спейс может досталось да он же сделал обзор то новой коробки уже но я думаю это хобби наверно мне кажется я не знаю не знаю ну чё 8 то ли говорит нет в 12 это радует а чё я молчу то меня нельзя молчать то я забыл спасибо сарсмаук это мило мне нужно меньше нервничать а полгода это сколько 2 700 по моему по моему 2 700 и 5 200 год так вальдор тайлер ересь же есть до ереси это все тайлер тайлер все что касается ереси до ереси и около ереси однозначно там же нужно все это читать чтобы узнать персонажа характера отсылки и прочее я нет хорошо да не 1 а 100 согласен согласен как там скарсник четверг был четверг назад а так он вышел скарсник на сайте вышел к кому хочется подписывается на сайт и смотрит на сайте на ютубе он выйдет ну где-то в июле он выйдет это точно сейчас дам ссылку мало ли кто-то захочет побаловаться с карсником на the station.ru тут может подписаться благо в обломе никто не останется ибо будет коми тоже розыгрыш может старт коллектинг разыграем просто так коньяк портвейн лучше портвейн 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 нужно читать саму книгу правил но главное это художественную литературу которая будет выходить ко всему этому делу вот здесь спасибо прочитаю обязательно вот здесь опять же на сайте девятка 35 лет я знаю я еще молодой спасибо большое ребят сейчас прочитаю ваши донатики сладкие это очень клево что донатики такие сладенькие капают спасибо большое ребят так заслал в к забирай официальный релиз завтра еще 825 обещают факс не вошедшими в гхб все алексе минумы завтра если будет время здание посидим может запишем спасибо тебе огромное сделаем обзорчик это правда интересно а генератор героев я уже буду использовать на люминетов хочу сделать люминета очень крутую конверсию люминета на а я понял аля а знаешь зачем мы будем этого льва использовать чтобы сделать героя на льве можно без коляски просто героя на льве сделать ну там же помнишь конструктор есть ну вот герой на льве будет люминетов там же любой может абсолютно быть круто это будет крутая конверсия рассказики так у нас чат не работает до сдох чат ну ладно бывает где-то я забыл что у нас чат дохлый надо было перенастроить чатик царь амба забыл про это совершенно так так не раскаявшийся про гонщик фаби как вариант для стрима можно можно сейчас посмотрю гонщик фаби не раскаявшиеся ну надо посмотреть согласен может я и сделаю это может быть даже завтра но не уверен а там это очень много чего снять ребята да у срачки просто чипа монтировать надо в общем не выгорит не лопнусь завтра вот моя основная задача загрунтова только что в подъезде немного модели чернокаменки там классные модели игра странная но в принципе все обложиться всеми дополнениями она еще может сойти но но модели крутые это факт мы тоже красили модели чернокаменки кайф я словил лично покрас некоторых да кстати в руки по чернокаменку там все модельки которые мы красили есть в знайке чернокаменки завтра скорее всего отчим потому что я чувствую что я буду перегорать и завтра пущу очень день хлебный классный так надо будет поддерживать очень не знаю ну ну пусть завтра я точно буду уже упорот я почти уверен что я буду просто упорот мне же нужно и иллюминатов собрать для вас записать хобби сель старт хобби серии мне нужно до хера всего нужно не нужно смонтировать еще обязательно город секретов самому и вот серию ролик с толей где мы делаем крафт на youtube лан справимся не проблема всегда можно качаться портвейна чат больше не допрашают на скримах он поломался забыл его починить сегодня простите пожалуйста но надо на другой просто перейти возможно даже чиниться на самом деле как он чиниться просто не то им не занимался 8 эскадианцев лежат негрунтованными надо словить кайф и настрой чтобы начать красить я понимаю я понимаю но у меня вот есть пока настрой и ощущение желание скажем так покрасить люминетов и волков чтобы хобби серия было для crusade режима там же офигенный crusade нажима на называешь именами отряда делаешь конверсии для отрядов эти маленькие но с историей вот у алина селскри обещают быть крутыми очень большое спасибо за поддержку с донат и напомню нам коммуналка срочная болтается а тут сказать спасибо просто можно где-то в стримеру вон спасибо если кому понравился пересказ чат он сам останется в youtube-версии он там останется весь на ю тубе ух главное чтобы император внезапно не позвонил согласен перейдем на перейдем на нормальный с этот чат мы перейдем привет кости ну рассказ прикольного этого автора есть еще один про примарис ультрамаринов знаете даже наверно вам покажу его где этот рассказ находится я сейчас возьму и найду его вот скорее всего стоит его посмотреть почему потому что я буду сейчас думать о возможности а там скарсник кстати там мой рассказ плюс пьяный лёха рассказывает скарсника кусочки скарсника в формате бэка стрима велкам вот это первая часть я буду продолжение рассказывать формате бэка стрима burn of the storm и лорды потом шторма вот так что в велкам мы это недели почти уверен это вот те самые красно-белые ребята а это господи красно-белые чё несут а тут ультрамарин это ультрамарин так black library большая или маленькая ну-ка охрен поймет не это большой рассказ круто продолжение лорда шторма про этого космодесантника до который превратился из простого подножного корма генегрязи пупковой превратился в крутого примариса ривера вот он на 150 наверно страниц мне кажется лучше я его перескажу неохота еще устраивать два стрима стоп-си страниц за один стрим не очень интересно не очень круто получится не очень точно мне кажется лучше в формате 34 блинных сказ и на сайте сметнуть но другое это не самый интересный рассказ наверное вот дилемма стоит или нет это вроде про примариса но от этого автора он крутой автор крутой но но это про примарисов про риверов из там 100 скрином страниц стоит или нет стоит или нет и в ком формате если стоит блинного сказа дробить на этом три части подробные атмосферные либо бэк астрим а бэк астрим опять же три части либо одна большая глупом по европам я не знаю формат схожий был если вы помните пересказывал про мардианскую гвардию лайнса вот мардианская гвардия тоже там было три бэк астрима фульминатор и точно там фульминатор и спасибо там не ультрамарин совсем старый стал видите уже забыл все забыл сколько материалу black library читать не перечитать ужас и все которая линия читала чему все мы еще не решили может до себя чем это сделаем но закончит тот ну кто книжку про проклятых грешных там убогих сирых закончим можно картошки поставить и так что мы закончим но видимо я пролистаю все это дочитаю вам быстро расскажу в формате быстрого пересказа эти ужасы а алинея она дочитает как раз вот своим прекрасным волшебным голосом прекраснейшим она дочитает вам ту часть которая называется тишина которая связывает все три рассказика спасибо максим глушков спасибо тебе большое если как мардианца то лучше не надо стримами но чем мардианец то был плох нормальный был мардианец чё вы явил я ждал каламбуры по типу для тех кто в танке но видимо закончились времена да черт возьми нет голова уже не так соображает я б и шток последние силы из себя просто последние силы на пересказ а теперь вот тут челю с вами просто челю напомню у нас наверху вот полоска с коммуналка зато и он доплатить и если в руку это ресурсы силы желание закинуть звонкую монетку поддержку этих стримов появится я буду безмернейший рад спасибо заранее большое спасибо спасибо о опять про эти ужасы мы не знаем мы подумаем по ужасам может я прочитаю так когда я самая тишина в понедельник еще обещали ща бы котлетку макарошками нет с пюрешкой мардианец хорошая разбитие несколько недель не очень ну вот можно побороться чтобы разбитие не было несколько недель ну да там такие времена еще это заводские времена ребят были времена завода активного можно разбить на три выпуска которые в неделю в одну например понедельник среда пятница вот мне через день более чем понедельник среда пятница надо подумать о таком варианте почитаешь ну хорошо почитай ух 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 бух 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 так так иван слишком эмоционально рассказывает чтобы разбивать может быть ну что не поедем мы надеюсь нет слава тебе господи ну тут вдруг ты вырешил решилась нет завтра значит все просто завтра к толику красим шляпу возвращаемся занимаемся делами очень садится стримить на студии правильно я не могу затор стримить я чувствую что я хочу доделать все дела мне надо точно доснять хобби ролики не надо их снять конечно а что вархаммере ком вархаммере не понимаю кушать захотелось и мне тоже хочется кушать поверьте я не кушал очень много времени очень долго очень долго очень 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 так так ты поторопился у нас сейчас котлетки с макарошками нет с пюреешь кай космические волки темные ангелы соперники не обязаны любить друг друга но это верно а там там допросы ответы что-нибудь кто на стриме где кто датная река кончилась датная река остыла а а мне нравились такие ручей очки маленькие иван страдает ради контента мы даже не знаем плавит ли ему учат у алины или на студии на студии тянет экспозиции иван как всегда тянет экспозиции как всегда браво и покормить ивана он заслужил как и сон вот это верно завтра у нас тут тает уже да все протекать они в подвале у лёхи фирсова кто смотрел он вам не иван ролик на станции тот знает что да это правда я так вдохновился новыми модельками при ребята блин и смотри на люминет смотрю на этих волков которые еще меда конверсии волков битцы нашли волчий думаю щас 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 буду щас по вене пущу хобби секцию а надо что-то делать непонятное то там код отъехать помочь что туда то сюда и сидишь такой типа но я хочу я хочу я покрасить подснять хочу до чтобы день так как все осень только этим делом только этим занимаюсь искать так вот все я занимаюсь только этим отстаньте но вот сейчас не выходит пока и завтра хочется хоть немножечко чуток дня выделить на сборку иллюминаетов офигенных после этого покрасить их красиво по гайду который в книжке у них есть он неплохой об этом волчью серию прям с головой буль в crusade уже девятку изучать просто девятку алина еще вархаммер читать будет алина ты будешь вархаммер читать услышали конечно будет куда денется коротких рассказов на русском языке много она почитает и действительно много само собой да я думаю она почитает в пятницу примерно ориентировочно возможно попробовать маленький рассказик мне кажется может маленький рассказик прочесть такие короткие рассказы прочитать ну как бы час и все ну тишину лучше добить уже когда я прочитаю господи эти ужасы я не думаю что никому-то интересны еще эти ужасы мне так кажется я могу ошибаться ну ладно попробуем пропала про комиссара про комиссар наверное неплохо будет а там первый рассказ он про комиссара в траншеях в окопах не бывает атеистов говорит в окопах под огнем извините варкрафт мы думая варкрафт мы думали о варкрафте тоже был один из вариантов но 8 разберемся с этими ужастиками а потом подумаем вообще неплохая идея надо вообще читать в свободное время когда времени много согласен спасибо атор спасибо тебе большое покормите иванова славу амнисии ой спасибо тебе большое мочу мавки ман лап я буду свои любимые сахисточки с пюрешечкой да с кетчупом еще до хлебца сладкого а мы взяли хлеб с собой да что же мы делаем то что же мы за люди такие ну как так-то у нас нет хлеба а почему это больно говоришь ты а во больно мне ну ладно спасибо большое в вопрос перехлама к стриме ли нет ужас интересно с иваном он тянет он тянет атмосферу ну воины прикольно читаются ужаса она оформляет и музыку классную ставит волосатая папа шона держи маленький донат маленький ты негодник спасибо ты лохмарик твои завитушки слуги мне один конспиратор рассказал тему что вархаммер 40 был создан мормонами что посредством веры императора вербовать верить в бога неплохо спасибо что знаете ребята вот донатная река идет и мне прям приятно душе я отмокаю на пересказ двух историй чтения финала от алинии самое то не пересказ двух историй чтение финала то линии самое то я тоже так думаю что я я бы подумал с алиной как раз пересказать ужасы алина прочитала бы финал другой стороны господи ты там читать то будешь пять минут а это мелкие мелкие тем тишина мелкая мелкая пересказ ужастиком спасибо книжку начала пересказывать мне круто ворота хорошо ладно я я так и наверное сделаю но я перескажу знаете как бы с ненавистью в книге я перескажу такой басяцкий басяцкий пересказ пьяного друга в таверне вот так это будет как я это бывает делаю люблю делать стоит попробовать пробовать разбираться с некромундой как домашний формат и килки может заменой и все другая игра таким другая игра отличаться некромунда некромунда сложнее гораздо но дает профита больше кампейны конверсии крутые банды своя атмосфера классные книги проработка дикая всего и вся очень проработанная игра и очень интересно если над ней самому работать еще то есть углублять миссиями подходом террейном некромунда топовая в этом плане огромный фиддак дает она тебя подпитывает в первую очередь атмосферой происходящего очень классно если не килтим его тоже можно запустить но к сожалению гв обосралась с ним он и не 40к и не некромунда он не рыба не мясо правило они сложнее 40к они странные стреляешь на стоп на шестерке там на пятерке слепенится вокруг но не хватает глубины и одновременно с этим совсем простая игра и нужно опять на ней работать кампейны делать банды собирать а банды тяжело собирать почему войск мало войск мало и все скучные ну было бы вот продолжение серии было бы продолжение серии скил этим с рок-трейдером скилтимба расцвел так он дохлый я рекомендую посмотреть на некромунду честно глушков спасибо сука подставите студии на коммуналку спасибо тебе большое спасибо большое спасибо за поддержку коммуналка это мерзкая тема это деньги которые ты донатишь они уходят именно на коммуналку не в карман никуда либо не на покрытие долгов а именно на коммуналку спасибо большое что вы поддерживаете нас это важная тема потому что благодаря этим донатом студия как раз и стоит ванин иногда наверное хочет побыть пьяным другом за которого заплатили заплатил заплатит трезвый правильно михаил правильно михаил смоляков когда откроется бар и возможно с баров я и буду стримить даже мне не кажется это плохой идеей нормально петличка все маленькие пары закроют черт это же правда а вот даже боги хаоса противопоставляют Егорку и Саню кошмар про примархов у нас в нормальном чате настоящих мужиков разговор про примархов Димыч Павлов а подумайте за перехламок пожалуйста перехламок спасибо тебе Димыч за донатик спасибо всем спасибо кто донатит ребят перехламок сейчас посмотрим объем о нихрена себе нурден нон вир эх зарплату получил грех не помочь коммуналкой спасибо тебе большущие она ушла спасибо каналу но я понял коммуналку сейчас подожди я соберусь головой подожди пожалуйста сейчас умоляю подожди это правда охренеть спасибо коммуналку мы закрыли еееей спасибо большое все в жопу ее да отдавать отдавать за нашу коммуналку несбыточную ну да по моему просто вот ее снесло спасибо большое огромное спасибо очень рад вашей поддержке спасибо большое ребята это очень приятно очень перехламок вижу ой старая книжка ой я ее вспомнил ой перехламок перехламок некромондо перехлама хорошо я подумаю это даже интересно а в каком формате хотелось бы перехламу услышать вот мне интересно как вы думаете в каком формате ну просто штука эта мягко говоря не маленькая большая но и интересная почему потому что старая некромунда не новая новая она уже знаете там подванивает нехреново толерантностью и уводом в такое фэнтези для подростков ооо сказать спасибо стримеру какая у вас большая большая юлда сверху хорошо пускай так будет спасибо большое за поддержку спасибо ребят лекс ген перелогинься это очень мило миссия выполнена да миссия выполнена но это не значит что можно прекращать донатить можно просто сказать спасибо за пересказы и бэка стримы ежедневные стримы которые мы проводим и ролики ежедневные толер уехал и тут полторы недели нужно понимать кто будет тащить бэка стезю потому что нужно давать бэк еще и на сайт и нужно давать бэка стримы и как минимум два потому что Андрей мог там понедельник и четверг постоянный плюс он во вторник развлекает люди плюс он записывает всякое бэк всякий записывает и вот как там все это закрывать а рук то больше не становится так еще и накрывает волна вот этого необходимости что-то делать большие ролики и проекты делать потому тут тяжеловато ну не беда я верю что скоро кончится спасибо сарсмаук спасибо тебе огромное потому что долги скоро расплатятся у нас финишная прямая у нас в августе уже дедлайны надо гасить все это дело поэтому мы работать стараемся очень много очень продуктивно как только можем вот несмотря на то что там и тут и там всплывает дай денег дай денег дай денег не важно но стараемся 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 и надеюсь все это получится реализовать вот с вашей помощью конечно же в первую очередь ну если что армии продадим вот мы честно чтобы компенсировать всякие траты банально вон армии выбрасываем там на ebay например некоторые кусочки маленьких армий вы даже не заметите что они исчезли вот другая страна купит эти армии во первых будет играть армиями которые у нас на студии в репортах снимались что очень приятно во вторых лишнее подспорье потому что тут и там выщелкивается всякое выщелкиваются всякие суммы долги то нужно возвращать и вот мы усердно сидим потеем работаем потеем работаем потеем работаем потеем работаем и вам на сосиску и на сон и на теплый дом чтобы был в жаркий день чай со льдом чтобы он был бодр здоров чтобы вертухой и ложил бы бойзов ведь Ваня хороший человек спасибо сэрсмаук а ты думал очень похоже на слово к сэрсмаугу между прочим кхорн уже в работе сэрсмаук и кхорн я думаю будет большой вероятностью он будет начать следующей недели просто мы он огромный и мы будем подснимать миниатюры с ним сам господь велел про кхорна все услать моделями как мы сделали в дзинче и раз он такой огромный и очень дорогой в рублях выпуск то мы его и сделаем ну по сути там выпуск такой что как бы он наполовину перекрывает весь профит полученный от него он будет большой красивый кхорн дзинч полтора часа кхорн тоже полтора часа весь материал про структуре демонических легионов что такое мир кхорна в принципе демонический реалм корна его грейтер демоны его лезер демоны его геральды вот все вся информация чемпионы его там можно будет нормально пофапать просто на этот выпуск ооо спасибо офигенные офигенные зубы мы тут зуб зубьями балуемся зубики красим а знаете для чего есть да вы видите на днях когда я найду время чтобы помонтажить а я сейчас буду монтажить после этого стрима кстати немножко мне кажется что либо спать пойду чтобы кто-либо проснуться и поехать рано к 12 мы пойдем кто-либо может к 11 хорошо если прием к 11 хуже не будет он там будет мне кажется 10 спасибо за поддержку ребят панда рок-трейдер господи я напишу сегодня панги спасибо всем за поздравление с днем рождения некоторым мог не не успеть написать потому что там водопад был большой очень я напишу панги я думаю мы продолжим ролевку ну давайте ребята с августа мне кажется что лучше с августа или как думаешь может дахнуть в конце месяца с августа давайте да студия не будет готова соглаши мы не стрим будем мы будем писать ролевки мы будем мне кажется писать мы будем собирать на них и писать стрим тоже крутая очень штука но его сложнее красиво оформить дать атмосферы и прочего мы скорее с пандой будем на ролевки собирать формате мы с пандой общаемся вот как бы стримим вот общение спасибо дима некор спасибо тебе огромное общение будем мы не бросаем ролевки я пандуру люблю желаю ей здоровья и счастья и чтобы канал ее только свел мы даем рекламу постоянно панде и забегаем на ее стримы орать типа панда панда лучшее кто думает что мы вот это разбежались нет нет у нас просто переезд нам нужна новая студия чтобы делать качественный контент забыл переезд да так он блин я говорю процентов я уже кажется что он на 60 процентов готова студии я такое чувствую большую брешь в этой комнате где мы бэк записываем что ее нужно превратить в место где не только бэк записывается но где удобно и быстро перестраивается под запись ролевок и ты не чувствуешь себя ограниченным что господи тут видимость 45 градусов ну ладно видимость 50 градусов если камера в бок не может уедет за 50 градусов то все там голая какая-нибудь уродливая стена какая-нибудь херня нет хочется чтобы охватить там не знаю ну 180 градусов было съемочного пространства если не больше не даешь купить в раз ладно я подумаю уже над этим серьезно я реально над этим подумаю пофопать на корна корн крутой корн классный не переезд у нас просто тот еще не закончился мы переехали и надо ремонт делать да не разложились мы не разложились в основной режим и студент если если студент стоит сейчас warhammer warhammer это пять тысяч рублей есть 5 тысяч рублей копишь его покупаешь стартовый набор кайфуешь потом краски хотят звезды покупаешь эти еще там ну тысячи рублей можно положить И ты красишь модельки, кайфуешь, у тебя получается армия, ты можешь играть этой маленькой армией в Kill Team, уже знакомство неплохое, можешь собирать Crusade систему, с маленького Crusade ты уже играешь в битву, у тебя там ветераны, прокачиваются войска, твои герои, ты получаешь кайф от игры даже малым количеством моделей. Все окей, поверь, стоит даже студенту, не нужно иметь гигантские армии, счастье это еще никому не принесло. Да, Сэрс Маук, я отдохну, все нормально, немного осталось, два месяца максимум работы и полтора уже даже осталось, полтора и как бы все. Будет приходиться уже в школа, нет? Нет, ну можно, мне кажется, будет выдохнуть, потому что так или иначе найдем способы как-то мне угореть, радикально и максимально, сейчас докрашиваем армии, все это раздаем победителям, две армии раздаем, все, будем топить уже дальше конкурсы. Мне нравятся конкурсы, как бы разыгрывать армии среди подписчиков, это прикольно, это правильно, это здорово. У нас хорошая сейчас большая студия, места хватает на все, каждый находит свою коморку. Я, кстати, иногда вожу темную елю, сейчас, правда, по интернету через сервис Roll20Net, там можно водить любые ролевки, там и видеосвязь, и поле виртуальные, и голос, прям класс. Здорово, здорово. Мы пока не увлекаемся, так, мы на студии только играем ролевки, я хочу Машу вернуть обратно к работе, потому что Маша засиделась дома на карантине, и мне кажется, надо настольный сегмент там возвращать, обязательно контент разбавлять, и ролевой давать на YouTube. Попробуй разбавить, постараюсь. Давай. Ну, эта неделя у нас, как бы, за тем, что мы обещали, это работа с хобби роликами. Я хочу хобби ролики, я хочу собрать армию этих ушастых. Ухо, день, посидели сейчас, мы за хобби роликами. Да, это ужасно. Это ужасно. Хм. Очень красавчик, надо очка, знаешь что, надо нам очу в помощь, он все время с Данькой играет, надо нам очу в помощь. Вот серьезно. Да. О, господи, детские зубы улыбые. Молочные. Ээээ, меня сместило. Молочные зубы. Офигенные. Все шикарно. Ну, ты там не смотри, они... Шикарно. Шляпа охеренная будет. Ну, так себе выступили ассасины. Очень так себе. Ассасины прям в колено, пфф, стрелу получили. Калидус. Эверсор хорошо, вот, а Калидус как-то вообще мимо касса. Спокойной ночи всем, кто уходит спать. Спокойной вам ночи, ребят. Доброй ночи, Дмитрий. Ну, я не хочу апельчить коты себе. Ммм. Еще ты как маленький, мне так бабушка говорила. Ммм. Это правда. Нет. Да. Ммм. Да. Ммм. Ммм. На сайте, Камиль, это была Hand of Darkness, либо Eye of Night. Ммм. 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 Ну, это, ну, артефакт, тот, тайный. Спасибо большое. Спасибо, Камиль. Ваос хочется уже опять поиграть. Ну, и что такое? Не происходит и грустно как-то. Аоска играла у меня. А я хочу играть ваос, потому что он классный. Ну, он правда классный. Мы быстро рассказали рассказ, кстати, очень. Это прикольно. Я молодец. Так. Очень много англоязычных ролевок, где участие в игре стоит денег. Может быть, как идея для вас пойдет? А, участие в ролевке? Ну, на самом деле, так себе и есть. Идея, потому что в ролевке все-таки важно знать человека. Ну, то есть, чтобы не ждать от него фокусов каких-то. Я тут согласен. Ну, то есть, ты не знаешь, человек может оказаться... Экспрессивным, например, очень. Руслан, это Джигатай Хан, вот увидишь. Экспрессивным, да. Неудобным вообще не может оказаться. И вообще, как бы, ну, это нам очень много прибыли, наверное, она не даст. И тем надо очень часто заниматься. Постоянно. Все-таки канал, который занимается в Кургии. Да, да. У меня стипендия 500 рублей, а нужно 5000. Ну, как буду работать пожарным, ползиция с обучения, так и попробую купить наборчик. Удачи тебе в этом деле. Это очень полезное дело, очень здоровское дело. Я опасно одновременно с этим. Надеюсь, у тебя все получится, и ты будешь жив, здоров, и хорошо работать на этой благородной стезе. Мне она очень импонирует. А если бы ты еще в США был, там, да вообще, наверное, тебя многие целовали. Потому что, вот, например, в США там пожарники, это прям святые люди. Вот. Чтобы у тебя все получилось, все было хорошо, был жив, здоров, долго, счастливо. Кто попал по этой земле. А что такая маленькая стипендия? Она такая и есть. Даже в мое время там было 800 рублей. Я думаю, что мало чего изменилось. И даже если она... Сколько? Две тысячи. Две тысячи? Ну, это уже больше. Может, ты умная просто. Нет, если бы была бы умная, получала бы пятерку. Ну, точнее, если бы была бы не ленивая, получала бы пятерку. Да я была бы не ленивая. Сколько будет стоить доставка красок в наш город? Соник Боя, не знаю, где ты живешь. Просто почта. Как ты вообще обучение проходила? Да? Да. Ленивая. Ленивая? Да. Ленивая, ты хитро. Хитро? Да. Списывала. Подлоги были. Ого, у Калидуса ноль дизлайков. Как смешно. Как тебе это? Твои хейтеры еще не добрались? Нет, не добрались. Спят хейтеры. Спят хейтеры. А вообще, на самом деле, обучение было достаточно смешным, потому что мы были первыми бакалавриатами в нашем университете, направлении в нашей специальности. И все немножко на нас забегали клиентов, потому что мы были какой-то некой экспериментальной группой. Вот. И у нас могла целая группа не прийти на занятия, и нам ничего за это не было. Что, наверное, странно. Вот. А обычно, когда что-то нужно было доставать, старцы, наша группа, и где-то чудесным образом проходили все нужные ответы, все нужные лабораторики, и просто давали нам разные варианты, и... Вот так ты училась, да? Нет. Нет. Иногда. Ну, когда мне что-то было интересно, какой-то предмет был интереснее, я сама делала. Вот тот же макан был мне интереснее, я сама решала. Списки выдавала. Компьютерная графика мне нравилась. Тоже сама все делала. Пожарные, да. Да, не пожарники, а пожарные. Ну, да, 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 да. Да! Да! Пожарники — это те, кто горят. Так, не пожарники, а пожарные. Пожарные — это те, кто горит. я класс энергия да тут уже прям пошел пошел грамма нацизм не правильно поправлять поправляйте потому что надо даже когда голова устала и все равно надо держать себя в норме и слова паразиты пытаться вычленять и стараться быстрее говорить четче несмотря на то что вот эти вот а уже возникают под вечер очень часто но я только благодарен когда мне вправляют на книге вылилось так офигенно варена книги и так ваш рядом оставила инфернальный рекви я же не видел что вылилось на книге ну так им то что будет там чуть 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 так кому ты их украла откуда эти книги ага ну ладно ахахахаха он съехал ненужного ставил ну это ладно окей только украл склад два часа ночи да я знаю фама но у нас стримы обычно в полу часа это у 15 минут у нас еще есть книга значка просто да и дуэт хочу и жду жду алина 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 что обижает и ванна просто но кому мало сопромата есть функан зловещим голосом с дрожью экран да уж ну что же у меня вот просто родственник раз за полгода и оформляется от защите вы про что интересно не знаю про что стипендии наверно что то за ролик из категории зная отдельная благодарность огромный респект передай привет работать работникам а вот по один из работников спасибо сказала словушка спокойной тебе ночи увидимся увидимся с тобой как увидимся может на днях может когда еще заходи к там на наши стримчики донатная речка донатная речка ну а чё другой стороны мне три час назад они 15 назад было давайте ки нормально люблю даже по 25 рублей то речка приятно капает потому что это на самом деле шоколадка 25 рублей это картошка всякие есть это картошка а четыре раза по 25 это прям набор печенье вкусного в бой вольчика хлеб это чиабатта между прочим это охрененно передай благодарность за ролик про сестер миша михаил пишет спасибо и прият большие а большой покрасишь большие мне не нужны думаешь большие он потому что не хочу все руками ну ладно у нас пожарные частично сами себя обеспечивают хотя должно обеспечивать полностью государства а когда они работали в ссср то говорят что тогда служба пожарным было в огромном почете спасибо кости стрима да неплохие у нас согласен и сейчас должна быть мне просто рассказывала подруга выходили соседкой сейчас тусит сша и рассказывать дескать вот бегло по санциннате а там хопа и пожарный на машинке baby постанавливается в руке постоянно там дети дамочки с детьми и таки а машина пожарная да да как круто я не запись катают на машине останавливаются показывают машину нет нет просто вот показывают машину детей его их вам обожают просто потому что это как бы у них культ пожарного прям культ это реально почетная профессия очень уважаемая хорошо обеспечиваемая она выглядит круто этим ну ты просто да да пожарный шест это же круто все женщины по-моему там полуобнаженный мужчина сидят мне батя пожарный рассказывал что если деньги не занесешь то у нас на части не попадешь а если комиссию пройдешь что образование не попросят вот так вот не хочу а груз мне нравится когда все правильно работает но у нас тоже подобное есть только для этого проводятся экскурсии в пожарные части это хорошо это очень хорошо потому что борьба с огнем это еще он на долгие годы ну это мне кажется знаешь как в советском союзе будет такое отношение где там кто-то например мог остановиться и дети вокруг него бы бегали и показывал бы он что-нибудь советский союз такой я представляю спокойного года что-нибудь это мило это как минимум мило я понимаю а стрим еще идет картошка варится а стрим еще идет завтра она тоже какое-то хорошее знает запилить да надо подумать что вообще надо привести в порядок все это в ролике который у нас есть на монтаж чтобы выдать вам много контента на сайт в первую очередь интересного контента да еще и youtube надо подкинуть на youtube главное ролик сделать мне с крафтом крафтом костюм до красить и иольфов иольфов я решил в жопу конверсии почти я оторвусь лучше на герои сделаю герои по билдеру героев генерал хэндбука 20 вот да именно тогда и мы покрасим их стандарт самую стандартную схему базового этого базовой нации белый костяной дискорд показал что вы копать ходили спасибо тебе саша большое даже не посмотреть а мы ее закрыли потому что там такой себе стрим ну это игровой стрим он еще там сбился пару раз перезапустился потому мы его грохнули да мы копать еще сходим с алиной обязательно саша это ближе к выходным чтобы ребятам которые не знаю может с этим к этим потому что ну мы обычно играем с друзьяшками правильно а вы друзьяшки вы работаете любите нам можете вечером и ночью потому будем в субботу там или пятницу поиграем скорее всего в субботу поиграем с вами вот пригласим покопать погнамить мне очень понравилось кстати я прям такой ну класс почувствовал классная игрушка залипательная очень спасибо большое сдавать так что ельфы будут у нас стандартные но герой будет крутой я уверен я хочу лучника лучника из варкрафта сделать на льве помнишь там эти эльфы были лунные вот такое лунные вы не хотите на пантерах бегали ну лев ягуар тоже пантера еще одна пантера ну лунные вот эти вот ну они же лунные назывались муна ой а у нас в цехе течет вода прямо на провода до изобретения астрономика на как люди путешествовали через варп ну вон не пенто рассказ они не балдались вообще в принципе этой штукой им хватало им прикольно что там людям настолько я помню хватало не тотального распространения по всей земли на каком-то этапе им хватало распространения локального расширения потому элдер было насрать в общем-то на них что там я не знаю ночные эльфы точно спасибо большое ночные эльфы совсем плохо стал не лунные ночные эльфы у кого ночных эльфов как их называли картин сентенели по моему на пантерах сентенели неплохо канистра спирта это интересно необходимо для работы с менять я совершенно не могу от того что в польской и белорусской мифологии дракон типа змея горыныча называется знаешь как смог да иди сюда я вам покажу картинку не смог и смог ой не смог и почему это скидывают не смог и смог они такие начались на самом деле лесные ну да согласен ночные эльфы на белых тиграх ездить но не все белых тиграх значит наверно совсем уже как-то восстановление третьем варике изменились просто в голове доказать пантеры там были почему-то хренеть и правда там тигры белые господи откуда когда мне эти белый сентенели на этих прыг 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 а ведь реально не походу все на этих прыгают жесть обожал фракцию обожал да и сейчас люблю если подумать что нет она мне сейчас нравится они на пантерах да вот на пантере юнит т хантрас так кому он все правильно на пантере хантерс ну да там есть вот на бегает на на пантере но на черном леопард господи хорошо на черном леопарде смог денег не закидываются нет пошел спасибо за поддержку ребята мы собрали главное эту наш хобби серию и вот на аренду господи на аренду на кварплату тоже тихто аренды по сути на кварплату мерзкую огромную белые тигры не политкорректно в принципе да в тренде в тренде красочка но как же люди всю галактику заселив тет без нормальных варп путешествий а как люди которые заселили всю галактику они не пересрались с элдер которые жили во всю галактику и были доминирующей расой они не превратились еще в этих в убогих декадентных ублюдков они были везде правили миром тут надо решить как уживались два народы народы там много вопрос на которые ответы на наверное и не получу наверное так друг вах и заразил у как вы к ней пришли и журнала я прочитал в журнале новикатор игрового мира статью о вархаммере и мне понравилось потом купил карточную игру вархаммер сагана венрарная железная отвечаю венрарная спасибо за на тик спасибо большое погода испортилась сейчас сейчас прочитаю так не успею ну вот и в журнале там карточки были тоже реклама купил их играл 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 себе а потом четыре четвертом году вышел дано фор обрадовался купил наигрался и в шестом году я уже имел армию elder купил первый набор и в тысяч шестом году это был конец тысячи пятого года зима совсем декабрь-ноябрь либо начало шестого не помню там новый кодекс элдер выходил я поиграл тройку немножко в тройку за элдер а потом четвертая редакция сменилась и как бы новый кодекс элдер вуаля привет и играем я купил 1 варлока варлока и если я не ошибаюсь это был варлок и гардиан и да гардиан и потом серпент появился в том аватар а так эльфам было дело до людей ниже передавали продавались в разврату не ну тут ведь сложно сказать если как-то у были бы они как-то у но люди такие были же там началось в пятнадцатом тысячелетии они типа расползались как эти как паучки расползались и там да это как-то у реально много внимания не нужно но когда у тебя все завоевываю это уже проблема и почему и не посрались потому что лично сразу начали восемнадцатом девятнадцатом или двадцатом там нет восемь аском тысячелетии они вар движки когда забац или с полем гейлера это все как бы преимущество перед элдер так почему бы их там не распотрошить не узнать механику почему как там элдер своими такими используются не пользоваться они не могут путешествовать через варп потому что они сразу демоны слетаются но гейлер то поля можно было бы усилить когда работать там ладно это в общем то все условности нет и нет почему-то не сражались они бог с ним ладно я все время посмотрел старый репорт в х ничего не понял что говорят в тот же день любился ваху так много незнакомых слов для меня в этой теме кодекс редакции т.п. ну простите я сегодня такое не не юзер не новичок не новис френдли становлюсь потому что как бы для своих совсем уже так стримлю да с кучей жаргона сленга но что не очень хорошо да книг про тет нет узнать это очень хорошо что тема эротехнологии не раскрыта я считаю это очень здорово стоит остается простор для творчества для тайны без загадки как это было что это было почему не сражались они заселяли ее вверх тут заселяет долго во вторых такого буйства варп энергии не было во время тема эротехнологии только появлялись сайкеры сами по собой они росли вот массово сайкеры только во времена т.д. поэтому не было такой проблемы с богами варпа просто не было они свою полную силу не обрели и можно почувствовать через варп более чем его был спокойней я уверен в такой не тем более они распределялись и и вели с собой своеобразные отношения ибо там была куча империй там не было империума там не было империю там было человечество и поэтому мы торговали флот и государства были прочее 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 вот и потому не вижу этом большой проблемы как бы придумать бэк на развитие человечества спасибо саша сейчас спасибо тебе большое красивое число огромное тебе спасибо сейчас прочитаю не было большого большой проблемы распределиться не широко широко но охватить точнее большой охват распространение но не мелкий посев то есть не плотный посев то есть как бы они везде были люди но через огромное расстояние вот я примерно так представляю все время ted технологии разные многочисленные кинематом государства которые прям нереально круто ну просто офигеть как круто обнулись технологически создали червей которые съедают звезды гигантские механические тут все другие более таки отсталые феодальные миры что-нибудь такое экспансия науки в некоторых областях космоса куча загадок из-за этого потому что информация она не распространяется за границу коммует там технологически технологически развитого государства и там и остается эта информация и отсюда не знаю простор для созидания всякого потому что в империуме что один узнал скорее все остальные там через там тысячу лет точно все будут использовать все будут знать что империум все на одной стороне а тут нет мне это нравится ну вот искусственный интеллект это дело это крутая тема ted она очень интересна по сути другая игра она другая игра и может сделать другой мир понимаете другой мир такой вархаммер совершенно другой жанр не grimdark вот другое в дюну пожалуйста это может быть дюна это может быть кому более хитро вывернутый сай-фай это могут быть разные государства по сути это разные миры ted это возможность создания разных миров можно сказать что там был виду измененный углерод он там был вот и все вот там был виду измененный углерод а где-то был шадуран вот это был шадуран там были те самые обхуманы мутанты ну подумаешь козу один раз чем не грех то вот и все это было это мне очень нравится они могут быть разные абсолютно сажака нету единого устройства нету не обязательно делать по-моему это прям огнилище так со счет прочитаю округляя округляем спреду в последнюю или предпоследнюю неделю августа покажу 10 миллиметров с удовольствием прикал бы в хаос старый крафт давай то или не спешит книжку забирать с почты не дождусь пересказ ваш вот блин он приедет дай бог спа не уехал обратно по что он приедет понедельник муля вторник пошли его забрать книжку обязательно обязательно да вот офигенно 10 миллиметров это очень круто сам хочу посмотреть уме снять свеженькая полный толерантный скитет когда люди целыми днями гуляли по паркам дуле как думали как без пассивной агрессии обратиться к незнакомому гендер к виру господи люди как всем сам относились там только некоторые были упоминания ксеносов там не сказано как они к ним относились все по-разному и они просто встречаются в упоминании о борг элдер никрон тогда не было вообще того не было тогда вообще не было но мечтать прошлое человечество до войны с машинами коммунизма даму для просветания так далее нет там ни коммунизм там разный строй был нет там не так бы там есть не мир советской фантастики для некоторые области космоса наверняка можно представить как мир научной фантастики не крон не могло быть вот именно это могло быть потому что некоторые не спали некоторые не спали долгое время там стопудово вот типа безмолвного короля который летал мне нибудь вполне себе возможно но как таковых некрон да не могло быть не все спят и до семьсот девяносто первого года 40 тысячелетия вот они не просыпались массово некий конфликтов не было у них штука только сорноваться чуть-чуть но в принципе почему нет разин к примеру мне нравится эльдара особенно экзодиты давно кому нравится не классно ну да что мы как бы засиделись уже сейчас надо будет сворачиваться потихонечку сворачиваться будем я пойду кушать и думать о том как не подмонтировать либо поспать посмотрим что я выберу я еще не уверен нам и подмонтировать надо там много монтировать про этот выпуск с шляпой сделать хоть немножко смешным два часа материала крафта не думаю что оселит оселит люди у все продавать начали не не все продавать начнем потом только кусочки маленькие кусочки у нас есть так скажем избыток модели и мы хотим просто наверстать наверстать побольше чтобы вернуть должки как можно быстрее все и просто избавиться от части маленькой модель например армия реки хоруса моя мне не нужна не нужна я просто не нужна не хочу 2 рыцаря рыцари у нас дома тай ринс 5 и один большущий 5 рыцарей вот тут два продаем почему бы нет останется 3 большой town того это вообще маленькая часть потому что город сайт точно таких же 4 рептайда 2 это один из них других цветов еще два рептайда там у вас очень много командира этого манега не используем который не летает пехоты много стулсов много дронов еще больше покрашены красиво из куда захочет их купить за деньги а там деньги нормальные немалые ну там про то с торгом конечно но в принципе адекватная цена если с торгом более чем адекватная с торгом кто захочет купить купит кто не захочет не купит гербанить не очень хочу потому мы их продаем там по отдельности дико дорого по отдельности модельки кто купит эту маленькую армию либо рыцаря хорошо мы на ebay их выставим мы на ebay их выставим в любом случае завтра как пойдет но все продавать боже упаси маленькую часть маленькую часть наверное да тем более вы это не заметите все равно уникальных моделей не платим дурады 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 не путем не отдадим а что это было такое звук да 30 дядь редакции будет это много этом очень много будет правил не есть ты 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 а а почему слона шиты так ущемлены по сравнению с другими хаситами или мне кажется кажется у всех будет много любви да у всех будет любовь все вкусный запах пора стрим потихонечку заканчивать мне кажется заканчивать потому что запах раздается по всей комнате спасибо вам большое что посидели сегодня со мной спасибо что посмотреть стрим и спасибо что поддержали нас то всегда очень приятно очень важно очень важно пойду готовится и дальше готовится дальше чтобы радовать вас кинуть классным контентом играть на хорошем тире не обязательно увлекайтесь хорошим хобби собирайте модельки краски модельки играйте в модельки спешите видеть узнавать что-нибудь делать где просто читать мир и этих самых моделей познавать их чтобы все было хорошо и неделя она прошла для вас просто пью мгновенно до выходных а там уже увидимся с вами вот очень рад был всех сегодня видеть огромное спасибо всем тем кто поддержал помог с коммуналка это долбан и закрыл наши просьбы о силах на хобби серию спасибо вам большое было очень приятно надо подумать какую-нибудь классную заставку какую-нибудь песню хорошую чтобы вот прям нет ну там же надо вернуться к теме у нас был отличный сегодня отличный был сегодня стрим посвященный классному парню танкисту нет ладно все целую обнимаю спасибо огромнейшее всем еще раз и до новых встреч люблю каждую появились сосиски с кетчупом и картошкой потолки и с мясом потолки и с кетчупом всех потолков и кетчупов вам до новых встреч до свидания субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Звезды в дыму земля в огне Смерть в каждой пуле на войне Слышно свистит она меня Зовет за собой Страх испугался Звезды в доме Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я не споткнулся но упал в этом барию Субтитры сделал DimaTorzok Ну не могу пошевельнуться И я понимаю, что со мной Чёрный с клювом тут как тут На мне ждёт последний стук Эх, твою мать, война Эх, твою мать, война Жизнь превращалась в дрожь и зной Кровь обжигала теплотой Тело немело подо мной Прощаясь с душой Я умирал, но не страдал Эту войну я проклинал Я не хотел так мало жить Я не герой Но не могу пошевельнуться И понимаю, что живой Чёрный с клювом тут как тут На мне ждёт последний стук Эх, твою мать, война 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 Субтитры подогнал «Симон»